Энтони Бёрджес. Заводной апельсин. Перевод Евгения Синельщикова. Часть первая. Скучно! Хочется выть! Что бы такого сделать? Это я, Алекс. А он те три ублюдка мои френды. Пит Джорджи, он же Джоша. И Кир, Кирилла Дебилла. Мы сидим в молочном баре коровяка. Дринкинг, и токинг, и тинкинг, чтобы такое отмочить, чтобы этот прекрасный морозный вечер не пропал даром. Коровяка – место обычной нашей тусовки. Плейс как плейс, не хуже, не лучше любого другого. Как и везде, здесь серф – обалденное синтетическое молоко, насыщенное незаметным белым порошком, который менты и разные там умники из контрольно-инспекционных комиссий никогда не распознают как дурик, если только сами не попробуют. Но они предпочитают вискарь-водяру под одеялом. Фирменный коровий напиток поистине хорош. После каждой дозы минут 15 видишь небо в алмазах, на котором трахается бог со своими ангелами, а святые дерутся, решая, кто из них сегодня будет Девой Марией. Я и мои френды как раз заканчиваем по четвертой Порше. Поти-то у нас полны мани, так что отпадает наш обычный эмьюзмин трахнуть по хэду или подрезать какого-нибудь папика. И вот как он будет свимать в луже собственный блат и юрин, пока мы чистим его карман. Не надо также пей визит какой-нибудь старухе-еврейке в ее шопе и сажать ее верхом на кассу, выгребая у нее на глазах дневную выручку. Но, как говорится, мани не главное. Хочется чего-нибудь для души. Весь мой кадляк дрест по последней фэшн. В черных облегающих, как вторая кожа бадди-вош. Приталенные куртицы без сливзов. Но с огромными накладными шоулдерами почти вдвое увеличивают размах наших далеко не хилых плеч. А маховики у нас что надо. Особенно у тира. Так природа компенсировала недостаток ума у этого сучьего потроха. У всех на ногах тяжелые армейские кованые бутсы. Незаменимая вещь в файтинге. «Скучно!» Зевает Джоша, обводя глазами завсегдата и в коровяке. Около стойки на вращающихся стульчиках сидят три дерлы. Но нас четверо. А закон стоит суров. One for all. И все за одного. Так что этот вариант отпадает. Хотя жаль пропускать такой товарняк. Все дерлы в потрясных прикидах. В розово-зелено-оранжевых париках. Для покупки которых им наверняка пришлось горбатиться две-три недели. Их фейсы ярко накрашены. Рот, щеки, радуги вокруг глаз. С длиннющими наклеенными ресницами. На них черные блестящие прямые платья. Едва прикрывающие пуковые отверстия. Стереоастерично орет. Педерастический голос певца шарахается из угла в угол. Отскативая от стен, как вырвавшиеся из ствола пули. Остачертевший вой рок-стара Берти Ласки плюет в зал слова последнего хита «Падший ангел». Одна из очаровах у стойки в клевом зеленом парике выпячивает и втягивает живот в такт музыки. Я чувствую, как скрытые в молоте иголки начинают покалывать где-то внизу в штанах. Вскативаю и ору. Камон, камон, камон! Потом, сам не знаю зачем, двигаю в ухо выпавшему в осадок Мэну рядом. Но он этого даже не замечает, продолжая бормотать. Ничего, он почувствует сломанную барабанную перепонку, когда вернется из дальних странств. Куда, камон, очнулся Джоша. Все равно куда? На воздух! Лишь бы не видеть эти омерзительные рожи! Прошвырнемся, френды! Проветримся и поглядим, кто там с кем и почем. Мы высыпаем из бара в огромную зимнюю ночь и плывем по бульвару Марганита, где очень скоро находим то, что может развеять скуку. Навстречу нам порхает какой-то олдмен, похожий на больного попугая, только в очках и со стопкой книг под мышкой. В другой руке у него старый черный зонт. По-видимому, он возвращается из публичной библиотеки, в которую в наши тайм ходят только такие придурки, как учителя. В моем славном тауне немногие отваживаются выйти из дома с наступлением сумерек. Полиции мало, а расхлебаев вроде нас вполне достаточно. Мы подгребаем к нашему профессору, и я очень так вежливо говорю. «Excuse me, sir». Очнувшись от своих умных мыслей, он пугливо лук от ас четверых, тихих, вежливых, улыбающихся, и вопрошает громким учительским голосом. «Да? Что вы хотите?» И еще так нагло смотрит, будто вовсе не испугался. «Я вижу у вас книги, сэр!» По-прежнему вежливо аск я. «В наше время редко встречаешь читающего человека». «О, да что вы говорите?» Отвечает он, дрожа всем своим тщедушным тельцем и подозрительно перебегая взглядом с одного на другого. «В самом деле, проф, не будете ли вы так любезно показать мне книги, которые теперь выдают в Библию?» «Так приятно держать в руках чистую новую книгу с хрустящими страницами». «Чистую?» «Чистую?» Не понимает Титчер. И в эту минуту подкравшийся сзади Питт выхватывает три толстенные книги у него из-под мышки и протягивает мне. Я быстро распределяю их между всеми, кроме Кира. Мне достались основы кристаллографии. Открываю этот гроссбук и нарочито медленно перелистываю страницы. Затем, сделав вид, что внимательно вглядываю строчки, с наигранным возмущением произношу. «Нет, вы только посмотрите, какую похабщину пишут в этих умных книжках. Вы вогнали меня в краску, профессор, и очень-очень разочаровали. Но... но позвольте, верещит он, что это такое вы?» «Ты взгляни на мою!» — вступает Джоша. «Да здесь что ни слова, то мат. Вот, посмотри!» Он протягивает раскрытую чудесные превращения снежинки. «Тут и на Хэ, и на Пэ...» «Сплошная порнография!» — подтверждает Кир, заглядывая ему через плечо. «Здесь написано, в каких позах он ее трахал, да еще и рисунки приложены». «Нет, сэр, определенно вы старый извращенец». «Ну, как не стыдно! Такой представительный пожилой человек!» «Укоризненно, говорю я, и принимаюсь методично вырывать листы из книги и подбрасывать их в воздух». Кир следует моему примеру, помогая Питу потрошить толстый том начертательной геометрии. Профессор взвивается, будто гусак, из которого живьем начали выдергивать перья. «Что вы делаете? Ведь эти книги не мои! Это собственность муниципалитета! Какое варварство! Какой вандализм!» Кир расценивает незнакомые слова, как ругательство, и не сильно бит сверещающего титчера кулаком по голове. Тот совсем осатанил и пытается отобрать букс. Со стороны это выглядит очень трогательно. «Нет, тебя необходимо проучить, старый перечник!» «Безлобно, говорю я. Эта бук по кристаллографии сделана капитально еще в те времена, когда вещи были не одноразовыми, а длительного пользования. Толстый переплет, намертво держащий страницы, долго не поддается ножу, но в конце концов мне удается его раздербанить, и теперь страницы летают в воздухе, как огромные белые снежинки». Среди этого листопада мечется титчер, преследуемый бешено-хохочущим Киром. Пит и Джоша также справились со своими буками и швыряют в воздух целые охапки книжных листов. «Вот, получай, старый похабник!» Весело рыгочут они. Титчер пытается слабо сопротивляться, и тогда я говорю. «До этого извращенца еще не дошло, други? Вот уж мне интеллигенция!» Еще шляпу надел. Тут Пит схватил трясущегося титчера за хэнс и заломил их бэк. Дебила резко дернул за поля шляпы и с треском надел на шею. Потом двинул ему в зубы. Джоша сорвал с титчера очки, примерил их, бросил на тротуар и станцевал на них танец маленьких лебедей. Только вместо пуантов на нем были тяжелые солдатские бутсы. Пров было что-то зашипел беззубым ртом, но Пит ткнул пару раз в его Блади Хоу. Титчер застонал. Изо рта у него пошла красивая алая Блад. Она стекала на его белую шорт и траузерс. Это было великолепное зрелище. Наконец нам это надоело. Разрезав титчерс дресс на куски, мы разбросали его по всей стрит. Измочалили амбреллу об асфальт и, пнув учителя по разу на прощание, пошли дальше, не обращая внимания на его лаутстонинг. Кричать у него уже не было сил. На авеню потерянок мы зашли в какую-то общественную столовую, где несколько беззубых старух расплескивая ели свой благотворительный суп. Теперь мы были поймальчики. Учтивые, улыбающиеся, благовоспитанные. Но почему-то эти старые курицы задрожали и испуганно закудахтали при виде нас. Подошел разносчик, тощий, нервный гай, и подозрительно уставился на нас. Мы заказали ему Фор Порженс, Олд Ветеранс, популярного в те времена коктейля из рома, шерри бренди и лайм джуса. Потом я добавил. «И принеси этим божьим одуванчикам не свинячье пойло, а что-нибудь действительно питательное. А то сдохнут от вашей благотворительности прямо тут, в твоем гадюшнике». С этими словами я выгреб из одного кармана несколько смятых бумажек и плюхнул их на тейбл. Остальные последовали моему примеру. Вскоре старухам принесли тушеное мясо с пюре и опять же нежными Stuart Vegetables и по банке бир. Старые птицы послали нам очаровательнейшие смайлзы и благодарно закивали, тряся космами. И тут на нас словно что-то нашло. Мы принялись грести с прилавка все, что попало. Коньяк генерал Янки, печенье, шоколад, чиз, хэм, средства от молей тараканов. И засыпать этим наших милых Грэнис. Избавившись таким образом от мани, мы весело подмигнули нашим чаровницам и сказали, что скоро вернемся. «Спасибо, мальчики! Да благословит вас Господь!» — хором ответили те. Горьбой мы вышли на Этли-стрит, где полно кондеряшек и злопухолевых шопс, которые мы не посещали уже месяца три. Сейчас здесь было очень тихо. Копполы со своими патрульными карами передислоцировались дальше за реку, где орудовала банда Билли Боя. Мы надели недавно приобретенные маски, попотрошили на прошлой неделе один шоп с театральными атрибутами и превратились в исторических персонажей. Я перевоплотился в Дизраэли, Пит Велвиса Пресли, Джоша в Генриха Восьмого, а старина Кирв несчастного поэта Пиби Шелли. Масочки действительно были клевые, из тонкой резины, с натуральными волосами и прочей растительностью. И очень удобные. По завершении дела их можно было свернуть и засунуть бутсы. Трое вошли в магазин. А Пит на всякий случай остался на стреме. Увидев в своем магазине столь необычных персонажей, хозяин, мистер Слау с толстым кувшинным рылом, метнулся в подсобку, где стоял телефон, а может быть была спрятана и пушка. Кир молниеносно перемахнул через каунтер и, перехватив его в дверях, сцепился с ним, взяв на кумбол. Они покатились между стеллажами со всевозможными банками, опрокидывая их и поднимая невообразимый нойз. Некоторое время из-за прилавка доносилось ожесточенное пыхтение и сопение, потом звон разбитый от чью-то хэт-боттл, скрик и шум борьбы с тих. Киру удалось выщемить дюжего Слауса. Из-за каунтера поднялся смущенный дебил, поправляя сбившуюся маску. Матушка Слаус, полный пазухой грудей, застыла за кассой каменной бабы. Я понял, что еще секунда, и она заорет почище полицейской сирены. Поэтому со словами «Долбанная тетя, как ты постарела!» Я подпрыгнул к ней и зажал одной рукой рот, а другую запустил за пазуху, где через декольте виднелись аппетитные бубс. Она была такая пышная, мягкая, и от нее так вкусно пахло французскими духами, что моя пятая конечность пламенно затрепетала, и я потек. Но тут стерва впилась зубами в мою ладонь, и я взвыл от боли, как раненая в задницу рысь. Когда я инстинктивно отдернул руку, мадам Слаус завопила таким густым басом, на который через пару минут могли сбежаться все копполы округи. Пришлось срочно заткнуть фонтан, для чего я засунул ей в пасть полбатона колбасы и для верности стукнул по хэду ломиком для открывания ящиков, помяв изысканную притчу. Из рассеченного лба хлынуло блат, как изрезанной свиньи. Она без сознания рухнула на пол, и пока я выгребал кассу, Джошуа умудрился задрать ей платье на голову и сделать внутренний массаж. Подлец опередил меня. Я с ожалением посмотрел на ее красивые голые груди, а потом решил, что еще не вечер. Надо было рвать когти. Прихватив по паре блоков первоклассных злопухолей, мы вышли в морозную ночь. Из экспроприированных злопухолей мы оставили себе по две пачки, а остальные подбросили в ближайшую ночлежку. «Ну и здоровый же жлоб этот Слаус!» посетовал Кир. Я посмотрел на него. Его ведуха мне не понравилась. Он выглядел так, будто только что вылез из файтинга, что, собственно говоря, соответствовало действительности. Но мы должны были смотреться, как ни в чем не бывало. Поэтому мы зашли в боковую аллею и привели его в порядок. Спрятали маски и вскоре вышли на Дюк оф Нью-Йорк. Сверившись часами, я удовлетворенно отметил, что отсутствовали мы всего 10 минут. Наши барабульки сидели на прежнем месте и с вожделением потягивали пиво из банок, обнимая незанятыми хендзами наши презенты. Мы плюхнулись за тейбл и позвонили в колокольчик. Появился уэйтер, и мы на этот раз заказали пиво с Ромом. Мы никуда не отлучались, бабури? Ведь так? Понятливые ведьмы согласно закивали трясущимися головами. Точно так, мальчики. Вы только выходили пописать, а так все время были тут. Это была лишь необходимая подстраховка. Копполы расчухались почти через полчаса. Два раза во щеких первогодка, которых мы, возможно, когда-то метелили, шумно завалили в столовку и подозрительно уставились на нас из-под своих полицейских шлемов с поднятыми забралами. Вы ничего не слышали о том, что произошло в лавке с Лаусом? Мы? Состроил я самую невинную рожу. А что, собственно говоря, мы должны были слышать? Разбойное ограбление и изнасилование. С Лауса с женой везли в госпиталь. Что вы делали последний час? Во-первых, сбавь тон, приятель. Нахально произнес я. И не оскорбляй порядочных людей своими гнусными подозрениями. Они весь вечер сидели здесь. На перебой заверещали старушенцы. Такие щедрые, благовоспитанные ребята. В наши дни таких редко встретишь. Мы просто спросили. Угрюмо произнес один из забрал. У каждого своя работа. Окинув нас тяжелыми, недоверчивыми взглядами, блюстители вышли. А Питт с Джошем сделали им вслед интернациональный крэнк-шафт-моушен-джестье, энергично ударив правой рукой посередине вытянутой левы. Но мне почему-то стало грустно. Ни одного стоящего противника. Однако ночь только начиналась. На муниципальной подстанции мы натолкнулись на Кодлу Билли Боя. Их было шестеро, но нас-то не колыхало. В те времена все ходили стаями по 4-6 человек. Столько помещалось в кары. Лишь изредка мы объединялись большие банды для ночных файтингов вол на вол. Они заметили нас. Так же, как и мы. Вот это будет настоящий дратсинг с ножами, кастетами, цепями и бритвами. Я приятно оскладился. И мы обменялись традиционными любезностями. Чесать мой лысый череп? Билли сучий выкидыш! Ты ли это? Алекс, какие люди и без охраны! Рад тебя видеть без петли на шее! Ну и дальше в этом роде. Ритуал был окончен и началось. Мне никак не удавалось достать жерняка Билли. Я пританцовывал вокруг него с бритвой в руке, словно парикмахер вокруг клиента на палубе корабля в штормовую ночь. У Билли Боя был длинный узкий стилет, который он держал в вытянутой руке, не давая мне приблизиться. Но он был слишком медлительным для меня. И когда он устал, я начал его брить. Вы не представляете, что за наслаждение полоснуть сначала по одной жирной щеке, потом по другой. Когда я вырезал букву Х ему на лбу, хлынувшая кровь заслала его глаза, и он в конец потерял ориентацию. Принялся метаться, как ослепленный бык, наугад тыча своим бесполезным ножом. В это время раздался отдаленный вой полицейских сирен. Встреча с копами в наши планы не входила, и мы рванули в другую сторону. Шмыгнув темную проходную аллею, мы отдышались. Вскоре мы оказались на Присле-сквейр, где стоял загаженный голубями бронзовый памятник старому поэту с челюстью пятикантропа и трубкой в зубах. Направляясь на север, мы набрели на старый фильмодром, на котором стояло десятка три тачек. Там тискались, трахались, и поддавали такие же, как и мы, герлы и бои. Большинство машин были старые. Но Пит откопал где-то вполне приличный дюранга девяносто пятого года. Владельцы Коева, видно, не добрав, отправились громить ближайший шоп. У Джоша был первоклассный набор отмычек, и вскоре мы уже рассекали пустынные городские улицы. За городом было гораздо темнее. Приближался коронный номер нашей программы, неожиданный визитинг одного из пригородных коттеджей. Мы остановились на краю какой-то деревни. У одинокого бунгала, окруженного аккуратным садиком, всеми овладел дикий эксайтмент. Видно, так на нас действовала ухмыляющаяся во все свое бледное лицо луна. Ее свете коттедж был как на ладони. Мы даже прочитали надпись на воротах «Наш дом». Она показалась нам очень смешной и мы безумно ржали. Я вылез из тачки, приказав моим парням захлопнуть хлебало. Тихонько открыл калитку и подошел к входной двери. Вежливо постучал, но никто не откликнулся. Постучал сильнее и на этот раз за дверью послышались приближающиеся шаги. Щелкнул замок, дверь приоткрылась и в щель на меня вопросительно взглянул чей-то глаз. «Да, кто там?» Войс был молодой, звонкий, веселый. Несомненно, он принадлежал Найсовой Герле. Учтиво, голосом джентльмера, я запросительно произнес. «Пардон, мадам, мне право, очень неловко вас беспокоить столь поздний час, но мы с подругой любовались прекрасной луной в ваших живописнейших окрестностях, и ей вдруг стало плохо, что-то схватило в боку. Вероятно, аппендицит. Бедняжка там у дороги стонет и корчится от боли. Не позволите ли вы воспользоваться вашим телефоном, чтобы вызвать скорую помощь? Но у нас нет телефона. ответила Герла. «Очень сожалею, но вам придется обратиться к кому-нибудь другому». Откуда-то из глубины хаоса доносилась мерная «Клак-клак-тук-тук-клак-клак-тук-тук». Какой-то дятел печатал на машинке. Вот он перестал печатать и раздался сильный мужской голос. «Кто там, дорогая?» «Очень жаль, милая леди, но тогда хотя бы стакан воды человеку, попавшему в беду. Видите ли, бедняжка в полуобморочном состоянии. Такой сильный приступ, прямо не знаю, что делать». «Воды это можно», согласилась девушка весело и сострадательно одновременно. «Подождите минуточку». Она удалилась, однако цепочку стервоза не сняла. «Да теперь это было и не нужно. Вообще эти цепочки не от воров а от хозяев». Просунув руку в щель, я легко снял ее, и мы все четверо просочились в прихожую. Что ж, это была ее ошибка. Надо закрывать дверь перед незнакомыми людьми, появляющимся посреди ночи. Мы шумно валились в уютную со вкусом обставленную гостиную и принялись скакать, орать гадости и визжать и улюлюкать, как индейцы племени Кокамора. При виде незваных гостей, девочка сделала ярко накрашенный ротик буквой О, а молодой мэн враговых гласис поднял голову от Тайпрайтера и недоуменно взглянул на нас. По всему столу перед ним были разбросаны шицы пейпера. Справа от Тайпрайтера они были сложены в аккуратный колонн. В тот вечер нам везло на интеллигентных мэнов. Этот же был книжным червем, возможно, даже писателем. Он невозмутимо произнес, «В чем дело? Кто вы такие, почему врываетесь в мой дом без разрешения?» Однако его войс и хэнс заметно дрожали. «Не боись! Смирись, презренный, и склони голову пред тем, что уготовила тебе судьба!» Джоша и Пит пошли пошуровать в китчене, а Кир остался стоять рядом со мной, ожидая приказаний, широко раскрыв варежку. «А это что?» Аск я, указав пальцем на стопку бумаги у тайп райтера. Очкастый хорек с негодованием респондит. «Именно это мне и хотелось бы знать, что это такое? Чего вы от нас хотите? Вон отсюда, пока я тебя не вышвырнул!» «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе», загоготал дебила в маске Пиби Шелри. «А, это книга!» понимающе проговорил я. «Ты пишешь книгу? Уважаю писак и писух!» Взяв верхний лист я прочитал название «Заводной апельсин». Ну и нудак! Глупее ничего не мог придумать. Разве бывают заводные апельсины?» Потом прочитал слух торжественно загробным войсом. «Против попыток насильственного предания человеку, прекрасному творению Господа Бога, венцу Вселенной, призванному творить добро, свойств механической куклы создания условий и законов, ведущих к этому, я возвышаю свой голос». Кир поднял ногу и громко выдал поцелуйчик для любимой. «Я же со смехом принялся рвать листы этой очередной глупости и разбрасывать обрывки по всей комнате. При виде этого, Райтер буквально осатанел и бросился на меня, стиснув тис и сжав фистц. Но тут вступил Кир. Из-за малого пространства его цепь была бесполезна, да для такого хлюпика с узкими плечами и раздавшимися от долгого сидения геморройным задом она и не требовалась. Он встретил его несколькими точными ударами кастет, в одно мгновение превратив фейс писателя в сплошное месиво. Хлынувшая из него кровь забрызгала ему рубашку, ковер, листы на столе, и он вырубился, ткнувшись носом свой дурацкий апельсин, обнимая его как единственного чайлда. Его верная, красивая, стройная жена, казалось, присохла к камину. В ужасе зажав рот рукой и вытаращив глаза, которые у нее были синие-синие, потом бросилась к поверженному мужу. В этот момент из кухни подгребли Джоша и Пит. Они что-то чавкали, не снимая масок. В одной руке Джоша держал индюшиную ногу, а в другой за индивилую банку пива. «Кончай жрать!» – приказал я. «Лучше приведи в чувство этого интеллигентика. Да подержи его, чтоб не рыпался. Преподадим ему урок из реальной жизни». Пит подошел к писателю и медленно вылил на его умную голову ледяное пиво из банки. Тот стрепетнулся, силе что-то рассмотреть через разбитые очки. Пит задрал его голову, грубо схватив за волосы. «Окей, Кир, теперь примемся за маленькую миссис. Видишь, как она расстроилась? Надо ее успокоить». Дебилла заломил дерлены руки, а я, подойдя спереди, рванул ее белую атласную кофточку и чуть не поперхнулся от слюноотделения. Красивые налитые тиц уставились на меня розовыми глазищами сосков. Я завалил ее на спину и, несмотря на ее жалобные крики и бешеное сопротивление, сделал с ней старое как мир туда-сюда. Озверевший Райтер чуть было не вырвался из рук намертво державших его Джоша и Питера. Он озвергал на наши головы такие проклятия, которых я никогда не слышал, хотя я и не интеллигент. Потом по очереди то же самое проделали Кир, Пит и Джоша, пыхтя, сопя и повизгивая от возбуждения. Сопротивление Джоши она уже не оказывала. Только тихонько схлипывала, глядя в сторону и до крови закусив губу. Трепыхавшегося Райтера опять пришлось выщемить, ударив пару раз головой от Айпер. Затем мы исполнили победную пляску, крушая и ломая все, что попадалось под руку. Хотели поджечь бунгало, но я приказал отставить. Пусть живут, если смогут, и спустятся на конец небес на грешную землю. Выпив по банке пива из холодильника, мы запрыгнули в кар и помчались обратно в наши джунгли, давя по дороге все живое, что попадалось под колеса. На драйве к городу, недалеко от индустриального канала, в котором плавали грязь, кал и дохлые животные, мотор вдруг закашлял, зачихал и сдох. Но нас это мало чесало. Впереди виднелась станция подземки. Нужно было решить, что делать с каром, оставить его кополом или же отправить на дно канала. Все сошлись на последнем. Со смехом мы разогнали машину, ее прощальная бултых поставила точку запятой в сегодняшнем вечере. До центра была всего одна остановка. Мне с трудом удалось утихомирить моих разошедшихся френдов. Я уплотил положенную феер, и мы подождали электропояс, на всякий случай приклеив на фейсы выражение смирения и благовоспитанности. Правда, пока я покупал билеты, Кир умудрился раздолбать пару автоматов, так что теперь его карманы были набиты мелочью и шоколадными батончиками, которые он собирался раздать униженным и оскорбленным. Но таковых поблизости не оказалось. В вагоне дремались десяток лохов, и чтобы как-то убить время, целые три минуты, мы порезали и выпотрошили сиденья, а старина Кир, упражняясь цепью, высадил окно. Выйдя в центре, мы неспеша направились в нашу коровяку. Публика в коровяке в основном была представлена тинейджерами, или, как мы сами себя называли, надсадами. Но было также и несколько более пожилых завсегдатаев. Мэн и вуман. Только не буржуев, их мы терпеть не могли. Кругом смеялись, пели, громко говорили, стараясь перекричать шум и гам. За отдельным тейблом сидела и народная группа актеров и статистов, репетировавших какое-то шоу на расположенной за углом телестудии. Моё внимание привлекло находившееся среди них потрясное гёрло с плотоядным накрашенным ртом и множеством белых, как подававшееся здесь молоко, зубов. Мне показалось, что они растут у неё в четыре ряда. Она беззаботно хохотала, будто в этом безумном, безумном, безумном мире всё ей было до лампочки. Джонни Живаго, один из кумиров надсадов русского происхождения, кончил, вместе с несколькими надсадками, вонючий шлядер только через день. Вдруг моя гёрла решительно встала и в наступившей тишине запела, как бы что-то доказывая своим френдам за тейблом. Как она пела! Вы не поверите, но мне показалось, что в нашу грязную, вонючую стекляшку вдруг залетела синяя птица. У меня по всему телу пробежали мурашки. Дыхание перехватило, запершило в горле и защипало в глаза. Я узнал, что она поёт. Это была ария из оперы Фридриха Гиттерфенстера «Дасбецик». Как раз то место, когда она поёт с перерезанным горлом, сердцем произнося «Вот теперь я, наконец, счастлива». Как бы то ни было, я буквально оцепенел. Но в этот момент стинкин кретин Кир отпустил в её адрес грязное ругательство, которое я не осмеливаюсь привести здесь, стараясь изложить всё произошедшее со мной чистым надсадским языком. Дурак испортил песню. И я страйкнул фистом прямо по его паскудной пасти. Он обалдела «Look at me», не понимая, в чём дело, механически вытирая кровь с губы. «Зачем ты это сделал?» — недоумённо спросил он. «За твои скотские манеры! Чтобы ты научился вести себя на публике». «Не понял», — тупо произнёс он. «Но мне это очень не понравилось. Никогда больше так не делай». «Отныне я тебе не френд и не бразер». С этими словами он вытащил из кармана огромный платок третьей свежести и озадаченно принялся опромакивать кровоточащую губу, как будто исходить кровью всегда должны были другие. Но никак не он. Дёрла не услышала дебиловой грубости. Она кончила петь и уже опять весело хохотала с френдами. Кир оскорбил не её, о меня. И я сказал с глухим раздражением. «Если не нравится, больше никогда этого не делай. А если сделаешь, я тебя выключу», — слышавший наш разговор Джоша примирительно произнёс. «Завязывайте, братья! Вы что, двинулись?» «Это немного отрезвит Кира. Совсем оборзел. Пора ему уже взрослеть». Я пристально посмотрел в глаза Джоша. Киру удалось остановить кровь, и он обиженно пробубнил. «Какое, собственно говоря, он имеет право приказывать нам, а теперь ещё и драться?» «Я не я, если не высажу ему глаза цепью при первом удобном случае». «Нет, ты определённо хочешь, чтобы я пощекотал твой ливер?» — угрожающе процедил я. «Вы что, сдвинулись с горя? Мы дружбаны или не дружбаны?» — философски изрёк Пит. «Вон, над нами уже смеются. Кир должен знать своё место и не высовываться, когда его не просят», — упрямо повторил я. «Это что-то новое», — недобро проговорил Джоша. «Интересно, кто это определяет место каждого?» — его поддержал Пит. «Сказать по правде, алкаша, тебе не следовало кидаться на своих френдов. Ты обидел Кира несправедливо. Если бы это было со мной, я бы тоже не стерпел. Запомни это и в следующий раз подумай, прежде чем начинать свару. Я всё сказал». И он уткнулся в свой стакан. У меня всё кипело внутри, но я подавил страстное желание дать этому умнику по рогам и рассудительно произнёс. «В каждой стае должен быть вожак. Должна быть дисциплина. Или я не прав?» Все сидели с протисшими рожами и молчали. Даже головой ни один не кивнул. Моё внутреннее раздражение нарастало, но внешне я оставался спокойным и благоразумным. «Я был вашим главарём довольно долго, и со мной вы ни разу не вляпались в неприятность. Я прав или не прав?» «Какого дьявола молчите?» «Или у вас языки в задницу затянуло?» Они нехотя кивнули. Все, кроме Кира. Он последний раз промокнул губу, спрятал утирку и неожиданно миролюбиво сказал. «Прав, Алекс, прав. Успокойся. Мы просто... Та это бит. Не будем больше об этом». Я страшно удивился и даже слегка испугался, услышав такие мудрые вещи от дебилы. Он же продолжал. «Сейчас самое лучшее – это откинуть копыта и поглядеть, чего это там делается на том свете. Минут эдак шестьсот». «Ну что, други, по хаузам?» Мы разбежались в разные стороны. Я направился к муниципальному кварталу 18А, зажатому между Тингсли Авеню и Вилсон Вей, где жил со своими фазером и мазером. До входа в мрачное коммунальное здание я добрался без приключений, хотя то и дело ощупывал каттер в кармане на случай, если друганы Билли Боя поджидают меня где-нибудь в темном переулке. Уже подходя к дому, я увидел в канаве стонущего и корчащегося приличного мальчика и пропитанные кровью остатки нижнего белья его девочки, которую утащили куда-то дальше. О, времена! О, нравы! Вздохнув, я вошел в просторный подъезд. Его стены были покрыты оптимистической живописью. Абсолютно голые мужчины в трудовом экстазе за станками, машинами, компьютерами. Конечно, местные художники внесли свою лепту в эти замечательные шедевры постиндустриального искусства, пририсовав им добротные волосатые приви-порте в стоячем состоянии и снабдив их ядреными надписями на надсаде, которые я не осмеливаю здесь приводить, дабы не оскорблять утонченный слух моих читателей. Одного взгляда на расписанный в такой же манере лифт было достаточно, чтобы понять, что он не Паша. Какой-то ужасно сильный Гай, сколь сильный, столь и дурной, так саданул ногой, лучше б головой, по двери, что ее заклинило намертво. Пришлось топать на десятый этаж онфуд. Ох, найти бы этого подонка! Я открыл дверь квартиры 10-8 своим ключом. Квартире было тихо. Предки пребывали в сонном царстве. На кухне Мом оставила для меня ужин. Несколько сдаисов консервированного пористого копченого мяса, хлеб, масло и стакан молока. Старого доброго молока без притаившихся в нем иголок, синтезметика и дринк-рома. Все же каким злым может быть невинное белое молоко? Я поел сначала нехотя, потом с жадностью. Еще достал из бредницы фруктовый пай и заглотил его весь без остатка. Набив брюхо, направился в свою комнату, сбрасывая на ходу дресс. Моя берлога стоила того, чтобы на нее посмотреть. В углу рядом с Лешкой стояла современнейшая стереосистема. Предмет моей особой гордости и источник неземного наслаждения. На навесных полках помещались тщательно подобранные диски. На стенах были развешены флаги и вымпелы всевозможных калибров, и портреты любимых певцов, и героев видеофильмов в откровенных позах и позициях. В специальном шкафчике стояли сувениры моей жизни в разных исправительных колониях. Впервые я попал туда, когда мне не было одиннадцать. По всем углам моей рум были развешаны динамики. Они были также на стенах, на потолке, на полу. Когда я ложился на свою бет и слушал потрясный музон, то как бы оказывался посередине оркестра, музыка обволакивала меня словно паутиной, проникая в каждую клетку моего существа. Сейчас мне захотелось послушать скрипичный концерт, исполняемый божественным Одиссеем Кэрилосом, в сопровождении филармонического оркестра Мэйкона, штат Джорджия. Благоговейный я взял пластинку с полки, поставил на аппарат и погрузился в чудесный мир музыки. Постепенно на меня снизошла благодать. Музыка подхватила и понесла меня. Ногово, через потолок, крышу убогого жилища, бездну мироздания. Я, осязаемо чувствовал каждый звук, мог потрогать его рукой, поиграть с ним, как с бабочкой. Под кроватью звучала сочная медь тромбона. Золото труб лилось с потолка, переворачивая все мое нутро. И, о чудо из чудес, на воздушном корабле приплыли волшебные звуки солирующей скрипки. Казалось, что смычок пронзает мое сердце, путешествует по моим обнаженным нервам, извлекая целительный бальзам, который умиротворяет, обволакивает, подобно материнской плаценте, мое лишенное кожи тело. Приученные предки не осмеливались стучать в стену моей румы. Пусть примут снотворное, если я им мешаю. Поистине, я всегда тащился от подобной музыки получше, чем от любого синтезметика. Я чувствовал себя как в раю, и мне чудилось, будто я разговариваю с самим Господом Богом. В такие мгновения меня окружали фантасмагорические картинки. Кругом были мужчины и женщины в белых одеждах, молодые и старые, здоровые и немощные. Они падали ниц, моля о пощаде. Я смеялся и крушил их лица армейскими бутцами. И еще были молоденькие девушки с полными грудями. И я набрасывался на них, как голодный зверь, рвал их сладкое тело и насиловал, насиловал. Музыка достигла своего апогея, и я тоже. Я дико орал, брызгал слюной, стонал, кричал, вопил. И я кончил с последними звуками скрипки. После этого поставил Юпитера, божественного Моцарта, и с ним вновь появились лица, которые необходимо было сокрушить. На закуску я оставил старого, сильного, энергично торжественного Эоганна Себастьяна Бах, музыка которого всегда восстанавливала мои физические силы и душевное равновесие. Бранденбургский концерт. При его звуках перед глазами почему-то всплыла глупая надпись над воротами коттеджа «Наш дом». Потом белый лист бумаги с крупно выведенным заглавием «Заводной апельсин». Сейчас, когда я слушал Баха и Оганна Себастьяна, до меня начал доходить скрытый смысл этого странного названия. Но постигну ли я его когда-нибудь до конца? Утром я проснулся ровно в восемь, чувствуя себя припохабнейшим. Никак не удавалось продрать глаза, и я решил отдохнуть сегодня от спул, по крайней мере первую половину дня. Поваляюсь часок-другой, потом встану, приму душ, положу чего-нибудь на зуб, послушаю радио, а может быть даже посмотрю, что там брешат в ньюспейперах. Днем, если будет настроение, заскочу в наш дурдом, где нам забивают баки всякой ненужной чушь. Сквозь полудрему я слышал, как ворчит мой Дэд, собираясь на пахоту в свою вонючую красильную мастерскую. Потом раздался осторожный голос Моми, которая зауважала меня теперь, когда я вырос большим и сильным. «Уже восемь, Санни! Вставай, если не хочешь опять опоздать в школу!» «У меня что-то голова раскалывается, пожалуй, высплю боль часов, а там будет видно». Мом грустно вздохнула и покорно сказала. «Твой завтрак в плите, сын! Ну, я пошла!» «Все правильно! С работы не сочканешь, даже если твой ребенок вот-вот зажмурится, мигом вышибут». Мом горбатилась в супермаркете Стейтсмарк, с утра до вечера расставляя по полкам банки с консервированными супами, бобами, салями, хэмом и другой отравой. Я слышал, как стукнула дверца духовки. Потом Мом надела пальто и туфли и неуверенно сказала, боясь меня потревожить. «Ну, я двинула!» «Не задерживайся поздно вечером!» Щелкнул замок входной двери и все смолкнул. Я с удовольствием зарылся ноузом в пиллоу и погрузился в сладкий суп. Почему-то мне приснился Джоша. В гробу бы я его видал, белых адидасов. Он был какой-то повзрослевший и строго выговаривал мне о дисциплине, смирении и покорности. А еще о том, что все бойзы теперь должны беспрекословно ему подчиняться и отдавать честь. Я тоже стоял в общей шеренге с готовностью повторяя «Да, сэр!» и «Нет, сэр!» И вдруг заметил большие звезды на его плечах, как если бы он был генералом. Джоша строго указал на меня и рявкнул. «У этого ублюдка вся форма в говне! Он позорит нашу доблестную дебила дегенератскую армию! Ну-ка, почистить его!» Я посмотрел на свою одежду и с ужасом осознал, что он прав. «Не бейте меня, братья!» Благиматом заорал я и бросился бежать. Но почему-то я бегал кругами, возвращаясь в одну и ту же точку, как привязанный к веревке апельсин, если его раскрутить. Кир преследовал меня по пятам, безумно хохоча и щелкая бичом, который то и дело опускался на мою спину и задницу. В физической боли прибавилась страшная боль в голове, в которой вдруг громко зазвонил звонок. «Странно. Никто вроде бы не должен знать, что я дома». Звонок продолжал нахально рингать. А потом из-за двери донесся знакомый голос. «Вставай, разгильдяй! Я знаю, что ты дома!» Я скривился, будто мне прищемили болзы, так как узнал голос Пи-Эр Дель Тувы, моего опекуна из идиотского посткоррективного общества по содействия органам охраны правопорядка. Мистер Дель Тува был затраханным жизнью нудаком с поношенным лицом, который должен был надзирать за сотни аквамонов вроде меня. «Сейчас, сейчас!» Поспешно крикнул я, облачаясь в просторный шелковый халат, украшенный набивными картинками из райской жизни постиндустриального общества. Сунул ноги в теплые войлочные тапочки и был готов к приему гостя, которому обрадовался, как овца, ножу мясника. Когда я открыл дверь, на пороге предстал мой наставник со скорбным выражением на протисшем лице, поношенной старомодной шляпе и засаленном плаще. «А, Алекс, мой мальчик!» вымоченно улыбнулся он. «Я встретил твою мать, и она сказала, что тебе не здоровится, и поэтому ты не пошел в школу!» «Совершенно точно, сэр! Страшная головная боль!» светским тоном произнес. «Думаю, к обеду все пройдет!» «Да, к вечеру уж это точно!» со скрытым сарказмом сказал Дель Тува. «Ведь это твое любимое время суток? Не так ли, парень?» «Садись, присаживайся, присаживайся!» пригласил он, словно это был его дом, а не мой. Он по-хозяйски расположился в кресле-качалке моего фазера, будто пришел покачаться, а не дать накачку мне. Я воспитанно предложил ему чашку чая. «Совсем нет времени, сынок!» ответил он, посмеиваясь. «С вами, ребятки, даже чашку чая некогда выпить!» Однако он продолжал беззаботно раскачиваться, не торопясь уходить, и я включил электрокэттл. «Чем обязан вашему визиту, сэр? Что-нибудь случилось?» «Случилось!» хитро прищурился он. Взял со стола газету, на первой странице которой была изображена шикарная чувиха с вываленными грудями, рекламировавшая прелести югославских курорт. Схавав все глазами в один присест, мой наставник произнес фальшивую улыбочку. «А разве что-то должно было случиться? Ведь лично ты ничего не натворил? Ну, это просто оборот речи, сэр!» Не поддался я на его неумело заброшенный крючок. «Ну, уж коль мы заговорили об оборотах речи, то прими к сведению и мой так, для поддержания разговора. Если в следующий раз что-нибудь действительно случится, ты не отделаешься исправительной школой для трудновоспитуемых. Ты загремишь в настоящую терягу и очень меня подведешь. Вся моя работа с тобой пойдет на смарку. Если не думаешь о себе, то подумай хотя бы обо мне и о своих родителях». «Но, сэр, откуда такие мрачные мысли? Копполы, то есть легавые, а точнее полицейские, не имеют ко мне ни малейших претензий. Я чисто не порочен, как святая дева Мария. Да уж, ты скорее тянешь на роль кающейся Магдалины. Хотя, представляю себе Магдалину с таким... Ну да ладно, оставим религию в покое. Так вот, не вешай мне дерьмо на уши относительно полиции. Они ничего на тебя не имеют, пока не сцапали. «Ты мне не хочешь рассказать о вчерашней драке?» Кто-то здорово поразвлекался, пустив для этого вход ножи, велосипедные цепи и подобные безобидные игрушки. Тебя, конечно, там не было. Одного толстого парня, кстати, тоже моего подопечного, скорая помощь подобрала ночью в районе городской подстанции и увезла в больницу. В бреду Билли упоминал твое имя. Сведения дошли до меня по обычным каналам. Упоминались также имена твоих дружков. Конечно, никто ничего не может доказать. Но я предупреждаю тебя, парень, предостерегаю как друг, как единственный человек, который может спасти тебя от самого себя. «Я очень ценю ваше участие, сэр», – бесстрастно произнес я. «Ценишь?» «Да что ты говоришь?» – с неподдельной горечью усмехнулся Дальтува. «Ну, я тебя предупредил. Нам известно гораздо больше, чем ты думаешь, Алекс. Какой бес в тебя вселился, парень? Мы изучаем эту проблему вот уже больше столетия, но никак не можем ее решить. У тебя хороший дом, любящие родители. И мозги у тебя вроде в порядке. Скажи, что тебя гложет изнутри? Может быть, я пойму. Как-никак угробил на воспитание таких, как ты, почти сорок лет. «Никто ничего не сможет мне пришить», – упрямо повторил я. «Меня не задерживали уже более трех месяцев». «Вот это-то меня больше всего и беспокоит», – вздохнул Дальтува. «Ты подозрительно долго остаешься поймальчиком. Сам не замечаешь, что приближаешься к критической точке». «Да, сэр, но я чист как стеклышко. Можете на меня положиться». Я ошармил его типичной американской белозубой улыбкой. Подавая ему чашку крепкого натурального чая, я усмехнулся над всеми этими охами и ахами Дальтувы и его френдов-воспитателей. «Ну хорошо. Допустим, я поступаю хреново. Файтинг, битинг, страйкинг, катинг более слабых ножом и бритвой и рейпинг понравившихся мне герлз. Но это делают все в нашем поганом обществе. Разве я устанавливал его закон? Я лишь живу по ним. И чего ой тогда толдычит, что любит меня? О какой всеобщей любви воняет он и ему подобные? Три месяца в одном исправительном учреждении, полгода в другом, а сейчас со всей любовью обещает запереть меня еще в каком-нибудь зоопарке. И ни одна тварь не догадывается, как я ненавижу клетку. Все эти разговоры о причинах зла и насилия повергают меня в смех доколе. Почему сначала не разобраться в том, что делает человека хорошим и вообще, что такое добро? Лично я считаю, что люди бывают, а скорее притворяются добрыми, потому что это им нравится или выгодно. А другим нравится быть жестокими, злыми, беспощадными. В природе тоже непременно должны быть хищники и их жертвы, иначе все на свете выродится и вымрем. А может быть, создавший этот мир бог радуется, глядя на меня, гордится мной, как своим лучшим творением, и я должен сохранить свое собственное яд. Однако правительство, судьи и все эти школы стараются искоренить зло, так как я посягаю на их привилегию быть злыми по отношению к другим, и им жизненно необходимо под маркой зла уничтожить мое яд, превратив меня в безропотную овцу из общего эксплуатируемого ими человеческого стада. Разве вся история человечества не о борьбе маленьких смелых яд против несправедливости сильных мира сего? Нет, друзья, серьезно. Но то, что я делаю, я делаю потому, что это мне нравится. Повздыхав еще минут пять, мой ментор наконец убрался. Я же отбросил философские мысли, приготовил себе чашку крепчайшего чая с молоком, набухав туда пять ложек сахара. Я из породы сладкоежек. И принялся за оставленный матерью брекфаст. Покончив с ним, взялся за ньюспейпер. Нет, друзья, вы бы только почитали, какую муть голубую пишут наши ньюспейперы. Точно бы животы надорвали, как и я. И за дня в день одно и то же. Новый всплеск насилия. Участившееся ограбление банка. Угроза забастовки футболистов ведущей команды города, если не будут удовлетворены их требования о повышении заработка. Ублюдки. Можно подумать, шарик перестанет крутиться, если они не сыграют пару матчей. Запущены еще с десяток космических кораблей. Уверен, что 9 из 10 военные. И все это во благо мира на Земле. Новые стереотовые системы с экранами в полстены. Но больше всего мне понравилось объявление. Меняю три пакета мыльных хлопьев на этикетке от банок с консервированными супами. Совсем с ума съехали. Вдруг мое внимание привлекла большая статья о современной молодежи, то есть обо мне. Посмотрим, что там о нас пишет. Очень долго и нудно один умник расписывал отсутствие парентальной дисциплины, то есть ответственности родителей за воспитание детей, о нехватке учителей по призванию, которые бы выбили иждивенческие настроения из своих учеников и показали бы им, почем нынче фунт лига. Читать эту туфту без смеха было невозможно, но все же приятно осознавать, что кто-то еще печется о нас. Вообще-то я бы не сказал, что нас обходили вниманием. Каждый день появлялось что-нибудь о воспитании подрастающего поколения, от которого зависят будущие цивилизации. Из всех артиклс, появившихся в последнее время, мне больше всего понравилась статья одного старого священника в строгом пастырском воротничке Ударки, где он высказывал мнение о том, а говорил он как бы от имени Бога, что «это дьявол, который до этого был в других землях, пытается тайком вселиться в безвинные души молодого поколения, а еще что за все в ответе взрослый со своими войнами, ядерными бомбами и повальным развратом». В этом я был с ним согласен. Он, должно быть, знал, о чем говорил, будучи ближе к Богу, чем остальным. Получалось, что мы невинные создания, и во всем виноваты взрослые. Я бы мог сказать «хер-хер-хер», как в английском парламенте. Поразмышляв так пару минут, я выбросил все это чушь из головы, врубил дебильник, надев его на шею и засунув в уши стерео-вкладыши. И принялся выбрасывать все из гардероба в поисках во что бы такое облачиться, чтобы не очень шокировать тичерс, в случае с ним зайти в мою скул. Слушая прекрасный скрипичный квартет Клаудиаса Бердмана, я мысленно усмехнулся, вспомнив одну статью в US News о благотворном влиянии классической музыки на современную молодежь. Там говорилось, что нас может исцелить и цивилизовать прекрасный мир истинного искусства. Старая песня о том, что красота спасет мир. Какое к черту спасение! Какое благотворное влияние музыки! Красота неизменно вызывала у меня единственное желание — разрушить ее, так как она совершенно не вписывалась в наш уродливый мир. А музыка? Музыка всегда лишь обостряла мои ощущения. Слушая ее, я чувствовал себя наравне с самим Господом Богом, который вправе карать и миловать этих никчемных людишек. Музыка будила во мне самые низменные инстинкты и давала ощущение вседозволенности. Я оделся так, как в то время одевалась вся студенческая молодежь. Потертые джинсы и в голубую водолазку-педерастку с вышитой буквой «А» — начальной буквы моего имени. Был хай-тайм сходить в музыкальный салон. Да и башли после вчерашнего остались. И посмотреть, поступили ли давно заказанные сериодиски девятой симфонии для хора с оркестром Людвига Вана Бетховена в исполнении симфонического оркестра «Эс-Шам» под управлением Эл Мухавира. И я вышел на улицу. Эт-дай-тайм она была совершенно не такой, как ночью. Ночью она принадлежала мне и моим френдам, и другим надсадам, пока сытые обыватели покорно проглатывали помои, выплескиваемые на них ТВ и частными телевещателям. И как их только не тошнило от этой ежевечерней жвачки, теперь улица принадлежала им. Да и забрал днем было несравненно больше. На углу я заскочил бас и доехал до центра. В торговых рядах Тейлор Плейса я зашел в мой излюбленный музыкальный салон с глупым названием «Мелодий». Несмотря на название, это было хорошее место, оборудованное стереофоническими бутиками, где каждый мог прослушать выбранный им диск. В салоне было пусто. Старина Энди, которому было года 24, вежливо улыбнулся ему. Он вообще хороший парень. Всегда такой услужливый, благожелательный, хотя тощий и уже с заметными залысинами. Энди узнал меня и радостно сообщил. «А, знаю, зачем ты пришел! Могу тебя обрадовать! Вчера я их получил!» Он подмигнул и пошел в подсобку. Энди вернулся быстро, торжественно помахивая двумя огромными дисками в глянцевых белых конвертах, с которых величественно и строго на меня смотрел сам Людвиг Вард. «Вот, пожалуйста!» – протянул мне их Энди. «Хочешь послушать?» «Придя домой, я всадил себе в руку изрядную дозу героина. Потом вытащил из конверта божественную девятую хоральную и поставил диск, врубив полную громкость». «Ховорю, благослов한데, в первый раз paran bei глянцевых белых telesонах, Когда мы с Людвигом Ваном кончили, я устало потянулся, повернулся к стене и уснул. Я продрых до самого вечера и очнулся от позвякивания чашек и тарелок и сдержанного разговора, доносившихся из столовой. Был уже пол восьмого, и мои предки вернулись пахом. Они сидели за усталым ужином, вяло обмениваясь новостями. Хотя какие у них могли быть новости? Старость не радость, а им уже было далеко за сорок. Накинув халат, я выглянул из своей комнаты и весело сказал. «Салют, камрады! Уже прибылили?» Дед и Мому стало улыбнулись. «Небось, наломались за день. А мне гораздо лучше после дневного отдыха. Пожалуй, пойду поработаю. Сшибу доллар другой». Мои предки были уверены, что я подрабатываю по вечерам в магазине. Отчасти это было верно. Что-что, а уж лавки и магазинчики мы не обходили внимания. Мой старый конь смотрел на меня без особого обожания. И в его глазах сквозило невысказанное подозрение. Но он благоразумно помалкивал. После скорого ужина я нырнул в ванную, принял душ и оделся. Когда я вышел из комнаты, готовый к новым вечерним подвигам, Фазер неуверенно спросил. «Не подумай, что я вмешиваюсь в твои дела, сын. Но мне бы хотелось знать, где ты работаешь так поздно каждый вечер». «Да, так, где придется», — непринужденно ответил я, пресекая тяжелым взглядом дальнейшие расспросы. «По-моему, денег я у тебя не прошу ни на шмотки, ни на пластинки, ни на другие развлечения. Так в чем же дело?» «Да нет, я так, ничего», — смешался он и уткнулся в чашку. «Просто я... мы беспокоимся за тебя. Мне иногда снятся такие дурацкие сны. Можешь смеяться надо мной, но вот, например, прошлой ночью мне приснилась одна вещь, которая мне очень не понравилась». «Да? И что же это такое было?» С неподдельным интересом спросил я. «О, это выглядело так натурально во сне, будто бы ты лежишь пыли на тротуаре, и тебя молотят твои дружки, но те, с которыми ты ходил до того, как последний раз попал в исправительную колонию». «Да что ты говоришь?» — усмехнулся я. «Мой старый загнанный конь искренне верил, что я исправился после выхода из колонии. Блажен кто верует!» И тут мне вспомнился сон, приснившийся мне самому. Я отбросил эти навязчивые видения. Как-то я слышал, что в отличие от снов, в жизни все бывает как раз наоборот. «От ринь беспокойства о своем единственном сыне и наследнике, отец мой!» — шутливо затянул Ге. «Он сможет постоять за себя!» «Но ты беспомощно барахтался в луже собственной крови и даже не сопротивлялся!» «Нет, действительно, в снах все наоборот!» Подумал я про себя, а вслух сказал. «Все это бабские страхи, Дэд!» «На-ка лучше держи!» «Вчера заработал!» «Правда, тут немного, но все-таки!» «На пузырь для тебя и на какую-нибудь тряпку для Мом хватит!» «А может быть, сходите с ней куда-нибудь?» И я выгреб из кармана оставшиеся мани и плюхнул их на тейбл. «Спасибо, Санни!» — растроганно сказал Фазер, потом печально добавил. «Но мы последнее время опасаемся куда-то выходить по вечерам. Кругом столько хулиганья. Но все равно спасибо. Завтра прихвачу домой бутылочку скотча, и мы со старухой раздавим его на пару». Он поспешно сунул мани в карман, чтобы их не заметила Мазер, мывшая на кухне посуду. Я вышел на улицу, обогреваемой лучами отцовской любви. К моему немалому удивлению, внизу в подъезде меня ждала вся моя кодла в полном составе. Дебила сосредоточенно рисовал на стене. Услышав шумные приветствия Пита и Джоши, он оторвался от своего занятия и, обнажив крупные прокуренные зубы, заплясал с криками «Ура!» «Мы уже было начали волноваться», — сдержанно проговорил Джоши. «Ждали тебя битый час коровяки, вылакали все молоко, а тебя все нет и нет. Думали, может, ты на что-нибудь обиделся, вот и пришли встретить. Ведь правда, Пит, правда?» «Да, да», — поспешно подтвердил Пит. «Примите мои экскьюзис, братья!» «Страшно разболелась башка. Меня случайно по балде никто вчера не бил?» «Пошутил я». «Короче, сразу после завтрака завалился спать и проснулся только полчаса назад. Итак, народ для веселья собран, не так ли?» Видно, я подцепил это «не так ли» от моего опекуна Дельтула. «Приносим глубочайшие соболезнования твоей голове», — с кривой ухмылочкой произнес Джоши. «Но еще бы ей не болеть. Видать, перетрудил, выдумывая разные приказания и пути повышения нашей дисциплины. Ты уверен, что она у тебя перестала болеть? Может, пойдешь полежишь еще?» «Что-то я не пойму твоего сарказма, урод!» Недобро процедил я. «Вы что, ребятки, о чем-то сговорились за моей спиной?» Жестко спросил я, на всякий случай прижимаясь спиной к стене. «А ну-ка, выкладывайте все на чистоту, пока я не стер глупые ухмылки с ваших рож. Вот ты, ублюдок, чего скалишься?» Приступил я к Киру, который разверз свою пасть в беззвучном смехе. Джоша поспешно встрял, предостерегающий, сунув руку в карман. «Завязывай, Алекс! Теперь ты больше не будешь пристебываться ни к Киру, ни к кому-либо еще!» «Теперь?» — насмешливо переспросил я. «А что теперь?» «Точно! Пока я дрых, они о чем-то договорились. Ну что ж, узнаем, к чему они пришли, ублюдки вонючие. «Давай, фуфлагон, валяй дальше, только не в штаны! Я тебя внимательно слушаю!» Я стоял выше их на несколько ступенек, небрежно облокотился на перила, готовый в любую минуту схватиться за них и дать ногами в рожу любому, кто осмелится приблизиться ко мне. «Не лезь в бутылку, Алекс!» — твердо произнес Спит. «Но отныне в нашей стае все пойдет по-другому. Нам не нравится, что ты нам постоянно приказываешь, что нам делать, а чего не делать. Не обижайся!» «Да дело даже не в этом!» — раздраженно вставил Джоша. «Главное в том, что у него детство в заднице играет!» Он нахально уставился на меня и даже ткнул мою сторону пальцем. «Все какие-то бойскаутские штучки, как прошлой ночью. Напакостить и смыться! А мы уже не дети!» «Так, еще что?» «Я слушаю, слушаю!» — спокойно сказал я. «А то, что мы секентает от твоих детских забав! Подумаешь, ворваться в овшивую ловчонку, набить карманы мелочевкой. Мы мелко плаваем. А вот Уилл-англичанин на днях сказал мне, что знает одно местечко, где можно легко взять желтизну и камушки. Вот где настоящие-то бабки!» «Где это ты успел снюхаться с Уиллом-англичанином?» Внешне спокойно спросил я, хотя внутри у меня все кипело. «А это уж не твое дело, Алекс!» — зло огрызнулся Джоша. «В отличие от некоторых, я на тебе не зациклился. У меня есть и другие френды». Некоторое время я взвешивал ситуацию, а потом размеренно проговорил. «Золото, драгоценности! А вы знаете, кретины, что чем больше добыча, тем выше риск схлопотать настоящий срок. Об этом вы подумали, недоноски? Не пойму, чего вам еще не хватает. Нужна машина? Угнали любую тачку, покатались и бросили. Бабки, вам мало того, что мы экспроприируем у буржуев? Откуда эти капиталистические замашки?» Я не на шутку рассердился. «Мой сон оказался вещем». Джоша-генерал решал, что мы должны делать, а что нет. Но я обуздал гнев и решил действовать осторожно. Очень осторожно. Поэтому, улыбаясь, я сказал. «Ну хорошо, бразерс. Ну и ладненько. Я многому научил вас. Посмотрим, как это теперь получится у вас. У тебя есть план Джоша-бой?» «Ты умный парень, Алекс. Не даром мы столько времени держали тебя за вожака», — удовлетворенно осклабился Джоша. «Теперь у нас будет полная демократия. Никаких боссов. Почему бы нам, парни, не сбодрить себя доброй порцией молочка из-под бешеной коровки?» «Да угадал мои мысли, Джоша!» Криво улыбнулся я. «Как раз хотел предложить посидеть для начала в нашей доброй старой коровяке. Прекрасно, прекрасно, прекрасно! Веди нас, мой маленький Джоша!» Я растянул рот безумной улыбки, в то время как мысль моя продолжала лихорадочно работать. Когда мы вышли на улицу, я решил, что напряженно думают только глупцы. Умные же действуют по наитию, вдохновению, неспосланному самим Богом. В этот момент на помощь мне пришла чудесная музыка, доносившаяся из припаркованного неподалеку карты. Это была заключительная часть концерта для фортепиано со скрипкой моего любимого Людвига Вана. «Решение созрело мгновенно, и я выхватил Катта. А теперь поговорим, Джоша-бой!» Угрожающий сказал я. «Я готов!» Ответил он, и в его руке блеснул нож. Мы приняли боевую стойку и затанцевали друг перед другом. «Э, так не пойдет, френды!» Пробосил Кир и принялся разматывать с пояса цель. «Оставь это, дебила!» Сказал Пит и положил руку Киру на плечо. «Пускай разбираются сами!» Некоторое время мы кружили, делая выпады, выискивая бреши в обороне друг друга. Видя, что мои атаки не имеют успеха, и я никак не могу дотянуться до лица или глаз Джоши, я изменил тактику и несколько раз удачно полоснул бритвой по его руке, державшей нож. Это мне удалось, и он выронил его и удивленно посмотрел на изрезанные пальцы. «Теперь ты, дебила! Посмотрим, кто из нас проворнее!» «У-у-у-у-у!» Зарычал Кир, молниеносно сдернул чейн с пояса и со свистом покрутил ее в воздухе, примериваясь к моим глазам. Я озверел и, нырнув под дебила, удачно резанул его пару раз по ногам. Теперь он, в свою очередь, зревел от боли, а я, воспользовавшись его минутным замешательством, неожиданно выпрямился и сосредоточился на его руке, в которой была цель. «Жик! Жик!» Я почувствовал, что катер легко, будто в масло входит его флэш. Наконец он выронил чейн и принялся баюкать свою искалеченную руку. Крайн, как маленький бэйби. Он попробовал остановить кровь ртом, но ее было слишком много и он чуть не захлебнулся. «Ну что, ребятки, теперь вы знаете, кто в доме хозяин. Не правда ли, Пит?» «А я что, я ничего», — ответил Пит. «Я не сказал против тебя ни слова. Надо подумать, что делать с Киром, пока он не истек кровью. Еще сдохнет». «Ни за что на свете. Человек умирает один раз, а Кир помер, не успев родиться. Дай ему свой платок. Вот увидишь, кровь остановится сама собой». Действительно, основные артерии оказались незадетыми, и я сам перевязал жалобно скулившего дебилу. Это послужит для них неплохим уроком. Теперь будут знать, кто овцы, а кто пастух. Успокоить моих раненых солдат не составило большого труда. Для этого я завел их в ближайший снэк-бар на Дюков, Нью-Йорк, и купил пострадавшим два больших бренди. Понуро заглотив их, они понемногу отошли. Наши старушки-хохотушки встретили нас привычными «Спасибо, добрые ребятки», и «Да благословит вас Господь». Споры обмыли вискарем и перевязали сравнительно чистыми тряпками Киры и Джошу. Расщедрившись, Пит купил им по сандвичу и по банке Сидора на свои деньги, которых у него оставалось полные карманы. Старые ведьмы еще громче заверещали «Вы самые добрые и щедрые ребята на свете! Мы никогда не заложим вас! Наконец-то хоть кто-то о нас думает!» Я смирил Джошу тяжелым взглядом и категорически произнес «Слушай сюда. Надеюсь, не в обиде?» Ты начал первым. «Окей, окей, окей!» — поспешно закивал он. «Вот теперь самое время поговорить о делах», — сказал я. «У тебя, кажется, было что предложить». «Шиза косит наши ряды», — философски заметил Пит, а Джоша зло гаркнул. «Закрой хлебало, кишки простудишь!» Потом раздумчиво добавил. Есть на примете один дом с двумя фонарями у входа и с глупым названием. Каким еще названием? Обитель заблудших божьих тварей или что-то в этом роде. Там живет одна старая ведьма. Никакой прислуги. Только дюжина облезлых бродячих кошек, которых она приютила, и заботится о них, как о собственных детях. У этой выжившей из ума корги уйма всяких дорогих старинных вещей. «Конкретнее». «Ну, там столовая, серебро, золотишко, побрякушки с камушками». По крайней мере, так утверждает Уилл англичанин. «Понятно», — протянул я. «По-моему, это действительно неплохой расклад». Я знал, о каком доме идет речь. Это в Уолтдауне на окраине микрорайона Виктория. Настоящий вожак обязан чувствовать, когда натянуть поводья, а когда и ослабить. Я решил проявить великодушие. «Хорошо, Джоша. Эта идея мне нравится. Пойдем прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик». Я многозначительно взглянул на навостривших уши старушек. «Ничего не слышали, ничего не знаем», — в один голос заскрипели они. «Все время вы были здесь, с нами». «Примерные девочки, просто отличницы», — похвалил я их. «Минут через десять получите свои поощрительные призы». И я повел моих френдов на встречу собственной судьбе. Дальше за Дюков Нью-Йорк шли офисы деловой части города. А за ними — древнее обшарпанное здание публичной библиотеки, за которой сразу начинался микрорайон Виктория, названный так в честь какой-то победы. И, наконец, вольготничали старые усадьбы Олдау. Здесь жили разные буржуи, такие же старые, как их дома. Вскоре мы подобрались к огромной усадьбе с идиотской надписью на фронтоне «Обитель заблудших божьих тварей». По обе стороны массивных чугунных ворот, как часовые на посту, стояли литые чугунные фонари с круглыми светящимися головами шарами. В одной из комнат на первом этаже тускло мерцал свет. Все окна были забраны витыми чугунными решетками. Осторожно приблизившись к одному из них, я заглянул, что там делается внутри. И вот что увидел. Древняя старуха, лета так под девяносто, с крючковатым носом, костлевыми руками и сине-белыми космами, разливала молоко из литровой бутылки по блюдцам, возле которых, раздув трубой хвосты, разевали пасти разнокалиберные и разномастные кошки. Старуха выговаривала что-то двум в конец обнагревшим жирным скотинам, забравшимся прямо на обеденный стол. В комнате было как в музее, хотя и ни в одном никогда не был, и мог только представлять, что там должно быть именно так. По стенам были развешаны старые картины в золоченых рамках, в углах стояли старинные замысловатые часы в стиле вампир, и везде, где только возможно, можно было увидеть различные скульптуры, статуэтки и миниатюры из потемневших от времени меди, бронзы, серебра, слоновые кости, форфора, гипса и бог знает чего еще. «Эта страхоблюдина несомненно была богатой», Джоша возбужденно зашептал. «Уилл англичанин нас не ложанул, за все это антиквары отвалят кучу бабок. Мне надо было принять скорое решение, чтобы Джоша не перехватил инициативу. «Сначала испробуем наш старый испытанный способ. Через парадную дверь», быстро сказал я. «Я попрошу разрешения позвонить скорую или принести стакан воды». «Да, так она тебе и открыла», противно усмехнулся Джоша. «Во всяком случае можно попробовать. Не боись, что-нибудь придумаю», без особой уверенности ответил я. Я подошел к двери и неназойливо позвонил. Никакой реакции. Позвонил настойчивее и, наклонившись к замочной скваже, жалобно проскулил. «Помогите! Ради бога, помогите, мадам! Моего друга сбила машина. Он истекает кровью. Нужно срочно позвонить в скорую помощь». К холле зажегся свет и раздались шаркающие шаги. Я представил, как она подходит к двери, держа под каждой подмышкой пожирному котель. Из-за двери раздался глухой бас. «Пошел вон, мерзавец, или я буду стрелять!» Услышав это, Джоша прыснул в кулак. Я же продолжал умоляющим, полном треводе и страдания голос. «О, мадам, не будьте такой жестокосердны! Мой друг может умереть!» «Я сказала, убирайся, паршивец! Знаю я ваши грязные уловки! Вам только открой! Будете мне потом всучивать всякий ненужный мне хлам! Я ничего не покупаю!» Мой авторитет стремительно падал. Взглянув вверх, я увидел над парадной дверью откидное окно в хорточку, через которую мог спокойно пролезть человек. К счастью, оно было приоткрыто. Я сделал вид, что ухожу, а сам шепнул на цыпочках, возвращаясь к двери. «Кир, я встану тебе на плечи и залезу внутрь через хорточку. Потом успокою эту ведьму и открою вам». Мы с Киром проделали эту несложную операцию под одобрительными взглядами Пита и Джоши. Через какие-то секунды я оказался в темной, захламленной прихожей. Прошел в длинный коридор со множеством дверей по обе стороны. В доме было не менее дюжины пустовавших спален, а может быть каждая из них предназначалась для этих отвратительных облезлых скотин, жаровавших на сливках и свежей лососини. Но где, скажите, пожалуйста, справедливость? И в это время, когда сотни подобных ей старых перечниц прозябают в стинкинг ночлежках. Из-под одной двери пробивалась полоска света. Прислушавшись, я различил бормотание полоумной хозяйки, разговаривавшей со своими питомцами, которые отвечали ей громким «Мяу-мяу!» требуя еще молока. Ожесточившись, я решил показать моим друганам, что один стою их троих. Я сделаю все сам. Если понадобится, успокую бабульку, потешусь над ее тварями, чтобы не чувствовали себя принцами и принцессами. Заберу все самое ценное и выйду через парадную дверь. Представляю, как отвиснут челюсти у этих возомнивших себя людьми уродов. С особым удовольствием утру нос этому выскочить Джоши. Я бесшумно приоткрыл дверь и оглядел просторный холм. Со стен на меня укоризненно смотрели прекрасные нимфы с длинными золотистыми волосами, толстомясые девы с упитанными младенцами на руках, тощие святые, не сводившие с них плотоядных глаз, и сам изможденный, бородатый Иисус Христос, истекающий кровью на кресте. В нос мне ударила застоялая кошачья вонь. Источавшие ее скотины терлись боками осотканные из синих жил костлявые белые ноги старухи. Она стояла ко мне спиной и не замечала меня. На столетнем дубовом буфете я увидел массивную серебристую статуэтку. Красивое стройное ерло в воздушных одеждах как бы парило над землей, отталкиваясь от нее изящной ножкой. Эту вещь я облюбовал для себя. Распахнув дверь, я вошел в холл и насмешливо произнес. — Привет, красотка! Наконец-то мы встретились. Меня как-то не удовлетворил разговор через замочную скважину. А тебя? Думаю, что и тебя тоже, старая абразина. Абразина медленно повернулась ко мне и гневно, но без должного удивления спросила. — Как ты сюда попал, выродок? Не приближайся ко мне, а то я трахну тебя вот этой бутылкой. Меня очень смешило прозвучавшее в ее устах наше нацадское словечко «трахну». Я осклабился и стал неспеша подходить к буфету, с которого мне призывно улыбалась прекрасная танцовщица. Старуха поставила бутылку на стол и взялась за свой костыль. Я любовно погладил прохладный металл, и вдруг в глубине буфета заметил бронзовый бюст какого-то отдаленно знакомого мне мэна с длинными всклокоченными волосами, пустыми глазами на выкате и в старомодном галстуке. И тут я понял, что передо мной мой идол Людвиг ван Бетховен. Какие прекрасные вещи, и что самое интересное, сейчас они будут моими. Завороженный, я сделал еще шаг и растянулся на полу, попав ногой в одной из блюдец. Мать твою! Выругался я, пытаясь подняться. Но старуха с непостижимой для своего возраста скоростью подскочила ко мне сзади и принялась колотить меня палкой по голове, злорадно приговаривая «Вот тебе, вот тебе, сукин сын!» Ее удары были не сильные, но все равно неприятные. Нас бьют, а мы крепчаем, бьют, крепчаем, бьют, крепчаем, шутовски повторял я при каждом ударе. Она же явно вошла во вкус и прошипела. «Я покажу тебе, жадница, ты эдакая, как врываться в дом к порядочным людям!» И больно треснула меня костылем пол. Мне стало не до смеха, и при следующем ударе я схватился за костыль и сильно дернул его на себе. Старуха потеряла равновесие и, чтобы не упасть, ухватилась рукой за скатерть, не удержалась и грохнулась на пол вместе со скатертью стащив со стола все, что на нем встает. Бутылки с молоком разлетелись дребезом, а ведьма плавала в луже, как вобла под белым соусом. «Чтоб тебя, черти, забрали, выродок рода человеческого!» Мужским басом выругалась она, пытаясь подняться на ноги, но поднимая только сотни молочных брызг. «Взять его, мои кошечки! Ату в кровь раздирая мое лицо своими когтями, будто поняв ее команду, несколько жирных скотинцы с тошным мяуканьем набросились на меня. Я бешено махал кулаками, отбиваясь от осатаневших тварей. «Не смей трогать животных!» строго проговорила старуха, когда я удачно задел одну из ее кошек, и та отлетела к стене. «Ах ты, старая дырявая кошелка!» рассверепел я и она слабо охнула, обмякла и затихла. Я выпрямился, стряхнул себя котов, раскрутив одного за хвост и шмякнув головой об угол буфета, и услышал приближающийся вой полицейских сирен. Вляпался. И тут до меня дошло, что в тот момент, когда я подслушивал у дверей, старуха разговаривала не со своими тварями, а звонила в полицию. Я рванулся к парадной двери и принялся лихорадочно открывать миллион замков и запоров. Распахнув наконец дверь, я увидел, как улепетывают мои френды. Хотел последовать их примеру, но тут передо мной вырос дебила со своей страшной цепью в руках. «Отрывайся!» — крикнул я. «Через минуту здесь будут забралы!» «Вот ты их и встретишь!» — злобно процедил Кир и хлестнул меня цепью по глазам. Я едва успел их закрыть. Жгучая боль голову изнутри, я схватился за лицо и упал на колени. «Мне не нравится, когда меня ни за что бьют по морде, Алекс Бой!» «Прощай, мой друг, товарищ брат!» В качестве заключительного аккорда он саданул меня пудовым ботинком под дых, и я скатился с крыльца. Через несколько секунд звизнули тормоза остановившейся патрульной машины. Мне было на все наплевать. Из глаз катились слезы в перемешку с кровью. Это вытекали глаза, мои глаза, я был одной сплошной болью. Кто-то грубо поставил меня на ноги. Щелкнули наручники. Сквозь густую кровавую пелену, окутавшую мое сознание, проникли произнесенные кем-то слова. «Подонок, проломил ей голову, но она еще дышит!» «Вот так удача!» Сказал второй копола, запихивая меня в машину и одновременно отрабатывая по почкам. «У нас сегодня в гостях сам малыш Алекс». «Я ранен, я ничего не вижу, грязные скоты, мать вашу!» взревел я и получил новый удар солнечное сплетение. «Выбирай слова, сучья вымя!» Новый удар в лицо. «Да пошел ты! Сначала разберитесь, а потом пихаетесь! Почему я один? Где остальные? Где эти вонючие предатели, которых я держал за друзей? Я хотел отговорить их от этого и получил цепью по глазам! Я не виноват! Я пострадавший! Бог не потерпит такой несправедливости! Он вас накажет! Поймайте их! Не дайте им уйти!» Я орал и возмущался больше по инерции, прекрасно сознавая. «Отвечает не тот, кто виноват, а тот, кто попался!» Сейчас отмазавшиеся за мой счет гнусные предатели наверняка сидят за бегаловки на Дюков Нью-Йорк, посмеиваются и накачивают вискарем наших старых облезлых куриц. А те блаженно кивают головами. «Спасибо, добрые ребята! Да благословит вас Господь! Все время были здесь с нами, а как же, никуда не отлучались!» Я же, зажатый между двумя издевающимися кополами, мчался по знакомым улицам в полицейский участок, пытаясь сквозь кровавые слезы последний раз разглядеть их названия и запомнить, как они выглядят. Подъехали к участку. Меня вытряхнули из машин. Эти вонючие самодовольные ублюдки выполнили план на сегодня. Теперь они и пальцем не пошевелят, чтобы забрать моих бывших френдов. А Бог молчит, хоть и все видит. «Но кто сказал, что он не фраер?» Меня втолкнули в ярко освещенную выбеленную контору, в которой повисла устойчивая вонь туалета, блевотины и дезинфектантов. Я предстал перед четверыми забралами, которые сидели за столом и дринкали чай из больших кружек. Я бы тоже не отказался от глотка крепкого горячего чая, но они почему-то мне не предложили. Вместо этого мне протянули старое ржавое зеркало. Я заглянул в него и содрогнулся, так как вместо вашего красивого молодого рассказчика на меня смотрел какой-то страхоублюдок с окровавленным ртом, распухшим, синим носом и слезящимися щелками глаз. Заметив мое невольное отвращение, коплы дружно заржали, а старшие из них со звездочками на плечах спросил. Ну, так что ты нам хотел рассказать, соколик? Я презрительно фыркнул и достойно ответил. Пошли вы все в задницу, а ты буй с бугра первым. Я не скажу ни слова, пока здесь не будет моего адвоката. Я знаю, закон не хуже вас, козлы безродии. Они опять громко рассмеялись и старший сказал. Ну, что же, ребята, придется убедить его в том, что он неправ. Знание законов не освобождает от ответственности. Тут уж они, конечно, в волю потешились надо мной, показав пятый угол. И, наверное, убили бы, не останови их, многозвездный инспектор. Затем они дружески предложили мне сесть. Некоторое время мы беседовали, как добрые знакомые. Потом в комнату зашел Дель Тува, офис которого находился в этом же здании. Он выглядел мизерэбле и, сожалению, сказал, увидев меня. «И так это случилось, Алекс Бой, не так ли?» «Все, как я и предполагал. Бедный, бедный, бедный парень!» Он повернулся к Копполам и поприветствовал их. «Добрый вечер, инспектор!» «Добрый вечер, сержант!» «Добрый вечер всем!» «Конец нашему сотрудничеству!» «Боже, на кого он похож! Вы только взгляните на него!» «Насилие порождает насилие!» изрек инспектор. «Он оказал сопротивление при аресте!» «Больше я ничего для тебя не могу сделать!» Сурово посмотрел на меня Дель Тува. «Может, хотите вмазать этому подонку, сэр? Не стесняйтесь, мы его с удовольствием поддержим! Понимаем, каким он стал для вас разочарованием!» «И тут Дель Тува сделал вещь, которую я от него ну никак не ожидал!» «В высшей степени не педагогичную вещь, скажу я вам!» Он подошел ко мне вплотную и с ненавистью плюнул мне в лицо, потом вытер рот тыльной стороной ладони. Пораженный я вытащил свой окровавленный платок и принялся утираться, повторяя, как заведенный. «Спасибо, сэр! Огромное вам спасибо! Вы очень добры, сэр!» Он смирил меня презрительным взглядом, повернулся и, не говоря ни слова, вышел из кутузки. Кополы протянули мне длиннющий опросник, и я с горечью подумал. «Чтобы вы все провалились, подонки! Если вы называете это добром, то я рад, что нахожусь на стороне зла!» «Черт с вами, Стинкин Пикс!» с вызовом бросил я им. «Я все вам напишу, а потом можете подтереться своим вонючим протоколом. Я больше не стану ползать перед вами на брюхе». «С чего начать-то? С момента выхода из последней исправительной колонии? Валяй, крысенок! Да смотри, чего-нибудь не пропусти!» Обратился я к сидящему за пишущей машинкой испуганному человеку в цивильном, совсем не похожему на забралу. Тайпист едва поспевал фиксировать мой словесный понос, и когда я кончил, он выглядел так, будто вот-вот свалится со стула. Выслушав мою исповедь, инспектор заметно подобрел и почти ласково сказал. «Добро, парень, сейчас тебя отведут в твой номер-люк с водопроводом и всеми удобствами. Уведите его, ребята!» Протокол он подпишет позже. В камере были двухъярусные бетсы, но все они оказались занятыми. На одной из них верхнем ярусе громко храпел какой-то пьяный старик. Видно, туда его забросили кополы, так как забраться наверх он бы не смог даже в трезвом состоянии. Недолго думая, я сбросил его прямо на спящего на полу жерняка с полными штанами и быстро занял его место. Они повозились, не просыпаясь, потом обнялись и мирно захоропели. Я же лежал на отвоеванной вонючей койке, слишком уставшей и избитой, чтобы спать. Некоторое время я балансировал на грани полузабытья, то и дело погружаясь в другой, лучший мир. И в этом лучшем мире, у братья, я видел себя на большом лугу, усеянном цветами, на котором пасек козел с лицом человека. Завидев меня, он сел и принялся наигрывать на флете до боли знакомую мелодию. Над лугом поднялось солнце суровым лицом Людвига Вана, старомодным галстуком и живописно развивающимися волосами. Ее услышал заключительную часть девятой симфонии, причем хор безбожно перевирал слова, что, впрочем, допустимо во сне. Ты злобная хищная тварь, осквернитель полей Элизиума. Знай, что наши сердца переполнены благородным гневом, и мы порвем тебе вонючую пасть и надерем грязную задницу. Однако мелодия исполнялась безупречно, и я проснулся с этой мыслью спустя две или десять минут, или двадцать часов, дней, или лет, точнее сказать не могу, так как часы у меня отобрали. Где-то далеко-далеко внизу стоял один из копов и больно тыкал меня концом дубинки под ребра, повторяя «Давай, давай, просыпайся, спящая красавица, вот теперь тебя ждут настоящие неприятности». «А, что?» не понял я, не в силах отделаться от звучащего мне одык радости. «Спускайся и все узнаешь, малыш», сказал он с ноткой сострадания, которая заставила меня стряхнуть остатки сна. Превозмогая боль во всем теле, я спустился с небес на землю. Дышавший мне в затылок луком и сыром копола долго вел меня коридорами, пока мы наконец не пришли в довольно опрятный офис с пишущими машинками на столах и цветами в горшках на стенах и подоконниках. В центре за массивным полированным столом с тремя телефонами сидел какой-то биг-чиф, как я понял комиссар полиции. Он строго уставился в мое заспанное лицо. Наконец, я не выдержал и сказал, что пакость вы для меня приготовили? После того, что я тебе скажу, все твои физические муки покажутся пустяком. Отныне и до конца дней тебя будут мучить угрызения совести. И только от Божьей воли зависит, сойдешь ли ты с ума или нет. И тут, други мои, я догадался, о чем он говорит. Видно, мы с Людвигом переусердствовали и старуха отбросила копыта и теперь пасет своих кошечек в райских кущах. Конец подкрался незаметно. Уж теперь-то они точно упакуют меня надолго, а ведь мне всего пятнадцать. Часть вторая. Что же теперь со мной будет? Неужели все? Здесь, други мои, начинается самая печальная часть моей истории. Я оказался в 184-F государственной тюрьме и из Алекса превратился в номер 665-5321. Не стану докучать вам жалостливым рассказом о том, каким ударом оказались мой арест и осуждения для моих бедных предков. Особенно для Мом, чей единственный сын усла до души так подвел всех и вся. Старый веник судья в суде нишей инстанции произносил гневные спичи. Ему вторили Пи-Эр-Дель-Тува и Копполы, выступавшие в качестве свидетелей. И не было никого, кто бы заступился за меня. Я встал костью в горле нашему эстеблишменту, и они очень оперативно упаковали меня с глаз долой и сердце вон. Через пару недель, пока шло скорое предварительное следствие, мое дело было представлено в суд высшей инстанции, который, не рассусоливая, вынес свой вердикт. 14 лет тюрьмы. С того времени прошло два года день в день, и вот я опять перед вами, одетый по последней тюремной моде, то есть поносного цвета робу, с нашитым на груди и спине номером 6655321. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о том, как я жил два года в зоопарке человеческих отбросов, которыми, как и подобает отбросам, наша больная сосаиете пыталась удобрить хилое деревце общественной нравственности и морали. В грязной вонючей камере меня встретили с распростертыми объятиями. Днем мы горбатились на спичечной фабрике, потом наматывали груди по тюремному двору, а по вечерам какой-то ученый рех засорял нам мозги лекциями о жизни жуков, млечном пути или путешествиях снежинки. Глядя на него, я почему-то всегда вспоминал другого, похожего на него нудака, с книжками под мышкой, возвращавшегося из публичной библиотеки зимней ночью. В те славные денечки я чувствовал себя свободным и почти счастливым. И рядом были друганы, а не подлые предатели. Один из них, как я узнал от посетивших меня Мазера и Фазера, а именно Джоша был уже мертв. Да, мои хайли, респектит бразерс, мертв, как кусок собачьего дерьма на дороге. Это произошло приблизительно через год после того, как меня засунули в клетку и потеряли от нее ключи. После этого известия мое мнение о старом фраере Боди несколько повысилось. Но все же, что будет со мной? Воскресное утро вся наша братья собралась в тюремной часовне послушать слово Божье. Проникшийся ко мне симпатии капеллан вменил мне в обязанность ставить по его знаку пластинки с торжественной церковной музыкой на старенький стереопроигрыватель. Все заключенные сидят на каменном полу, внимая проповедь. От них исходит неистребимый вонизм, источником которого являются даже не немытые тела. Столь безнадежно могут смердеть только растленные души. Наверное, так же воняю и я, хотя в отличие от остальных в моей воне должна быть примесь надежды. Ведь я самый молодой из всех. Мои мысли вертятся вокруг одного. Как бы поскорее выбраться из этого зверинца? Выбраться любой ценой до того, как тюремная вонь поглотит меня без остатка. И какой из всего этого выход? Громко вопрошает капелла. Неужели вас устраивает порочный круг? Погулял сел, погулял сел. Или может быть лучше внять божьи заповеди и избежать кар, которые ожидают нераскаившихся грешников как на том свете, так и на этом? Поверьте мне, братья во Христе, что в посещающих меня видениях мне открылось место пострашнее любой тюрьмы, где на адском огне горят души грешников, подобных вам. И не скальтесь, подонки, прекратить смех! Там в воду такие же выродки корчатся, кричат и стенают в невыносимой агонии. Им прижигают ноздри раскаленными щипцами, поджаривают на медленном огне, сажают на него с полными ртами воды и не снимают до тех пор, пока она не выкипет. И черта с два проглотишь, поскольку огонь полыхает и в их животах. Они плавают в дерьме, хотя этим вас не запугаешь. Все «Теперь грязные свиньи, послушаем слово Божье!» Капеллан взял толстенный бук, ему соля грязный жирный палец во рту, принялся листать ее, отыскивая нужное место. Наш духовный отец был огромным толстым бастартом с грубым постоянно красным лицом. Я догадывался, что в этом отнюдь не было повинно высокое давление, но прощал ему этот смол сил. Он любил меня и покровительствовал мне, поощряя страсть к чтению священного писания. Он даже разрешил мне включать церковную музыку, когда я читал. И это было чудесно. Он запирал меня в часовне, и я часами слушал прекрасные творения И. С. Баха и Г. Ф. Генделя. Я с упоением читал еврейские выдумки, погружаясь в сказочный мир и чувствуя себя его действующим лицом. Вместе с ними пил старое иудейское вино, ложился в кровать с их целомудренными женами. Так мне хоть на время удавалось убежать от моего скотского бытия. Читая Новый Завет, я не очень давался в его премудрости, поскольку здесь место сражений и любви косяком шли нудные проповеди. Но однажды капеллан положил мне на плечо толстомясую тлань и сказал «А, это ты, 6655321, думай о покаянии, очищение придет тебе через страдания». От него сильно разило старым скотчем и исходила особая вонь, отличная от вонь из зеков. Не говоря больше ни слова, он повернулся и побрел к своей конторе на дозаправку. Я же углубился в чтение душещипательных описаний самобичеваний, терновых венцов, распятий на кресте и прочих испражнений. И чем больше я вчитывался, тем больше приходил к заключению, что в этом что-то есть. Подхваченный божественной мелодией Баха, я уносился в выдуманный иудеями мир и чувствовал себя одним из римлян, одетым в красную току. Как и они, я подталкивал измученного Христа копьем в спину и с наслаждением вколачивал гвозди в его священную плоть. Пребывание в стае 84F я обратил себе на пользу, и даже сам губернатор был приятно удивлен, когда ему доложили, что я проникся религиозным рвением. Именно с этим были связаны мои надежды на досрочное освобождение. Тем воскресным утром капеллан читал нам из Библии о чудаках, построивших дом на песке, и как Бог наказал этих слепцов, не спаслав на землю сильный дождь, мгновенно разрушивший их веткое строение. Я подумал, что только глупцам, у которых вместо головы задница, может прийти в голову идея строить дом на песке. Прервав мои размышления, капеллан громко объявил. В заключение, сукины, сыны мои, прочитаем Псалом 435. Я быстро установил диск на старенькую вертушку, и раздалась мощная органная музыка. Вокалист был просто великолепен, но его заглушил дикий, разбойный рев заключенных. Мы свежезаваренный чай, что слаб, пока его хорошенько не размешаешь. Едим не ангельскую пищу, срок искупления наших грехов долог. грехов. Они самозабвенно вопили, визжали и рыдали на разные лады, а капеллан подстегивал их словами. Громче вы, добычи чертей! Петь всем, не филонить! Наконец, пение гимна было закончено. Разноголосый хор затих, и капеллан произнес заключительную фразу. Да сохранит вас и покровительствует вам святая троица! Аминь! Я поставил диск по своему выбору. Вторую симфонию Эдриана Швейг Цербера. Заключенные окружили стереокольцом и слушали, затаив дыхание и пуская слюни. Некоторые выли, как загнанные волки, другие тыкали мне пальцами под ребра, хлопали по шолдеру, выражая одобрение и симпатию. Дольше всех у проигрывателя стоял один пятикантроп с руками ниже колен. Надзиратель ласково напомнил ему, что пора выметаться, не сильно вмазав дубинкой по плоскому затылку. Я вырубил стерео и ко мне подошел наш капеллан в белых церковных одеждах, больше приличествующих женщине, а не такому коню с яйцами. Попыхтев некоторое время и повыпускав сигарный дым изо всех возможных отверстий, он дружелюбно сказал. Спасибо, малыш 6655321. Ну, какие у тебя для меня сегодня новости? Дело в том, что наш конь метил на очень высокий пост тюремно-церковной иерархии, и для того, чтобы занять его, необходима была лестная характеристика губернатора. Поэтому он часто посещал его и выкладывал все, что ему удавалось узнать на исповеди о готовящихся бунтах, побегах и настроении. Часть подобной информации поставлял ему я. Конечно, в большинстве случаев это были только слухи и досужие вымыслы, но мне нужно было набирать очки, как и самому капеллану. Изредка мы давали и правдивые сведения, как, например, о готовящемся побеге верзилы Гарримана, о котором я узнал по чугунной связи, перестукиванию через батареи центрального отопления. На этот раз у меня не было ничего существенного, и я придумал следующее. Я всегда готов помочь вам, сэр, сказал я. По чугунному радио до меня дошли слухи о том, что с воли передали большую партию кокаина. Центр по его распределению будет в одной из камер пятой секции. Капеллан проглотил эту туфту и сказал с благодарностью. «Прекрасно, мой мальчик. Я немедленно передам эту информацию самому». Так он почтительно называл начальника тюрьмы губернатора. После таких слов я оборзел и решил развить успех. «Сэр, я очень стараюсь, не правда ли?» Елейным голоском начал я. «И при этом сильно рискую». «Сущую правду ты говори 366-55-321. Ты вносишь большой вклад в дело перевоспитания преступников. Я давно замечаю в тебе признаки искреннего раскаяния и исправления. Если будешь продолжать в том же духе, то заслужишь отпущение грехов». «Но, сэр, это же как в африканском банке. Долго ждать и фиг получишь». На днях я слышал разговор о новом методе перевоспитания. Говорят, что после такого курса тебя немедленно освобождают с гарантией того, что ты никогда не попадешь сюда обратно. «А, вот ты о чем», протянул он потухшим голосом. «Где ты это слышал? Кто распространяет эти сказки?» «Ну, об этом ходят упорные слухи. Охранники говорят между собой. Не станешь же затыкать уши, тем более, что вы сами велели держать их востро. Потом в мастерские попала газета, в которой это описывается подробно. Не могли бы вы посодействовать мне, сэр? Не сочтите за наглость, но мне так хочется поскорее исправиться». Капеллан глубоко задумался, сосредоточенно попахивая сигарой. Видно прикидывал, в какой степени посвятить меня в то, что он сам знал. Решившись, он без особого энтузиазма произнес. «Наверное, ты имеешь в виду методику Людовика. Не знаю точно, как это называется, сэр. Да это и не важно. Главное, это позволяет быстро выйти из тюрьмы и больше никогда сюда не возвращаться». «Да, ты прав, 6-6-5-5-3-2-1. Но должен предупредить тебя, что пока все на стадии эксперимента. Техника очень проста, но вызывает коренные изменения. Он явно чего-то не договаривал. «Но она же применяется здесь, сэр?» настаивал я. «Именно поэтому строятся белые корпуса у южной стены, где мы занимаемся физическими упражнениями. Ведь правда же?» «Пока что такая методика не использовалась, по крайней мере в нашей тюрьме. Даже у самого на этот счет большие сомнения. Должен признаться, что я разделяю его опасения. Еще неизвестно, действительно ли человек становится добрым после такой ломки. Доброта — категория, определяемая душой человека 6655321. Его добровольном выборах. Лиши его такого выбора, и он перестанет быть человеком. Он хотел еще что-то добавить, но тут раздался топ от других заключенных, которых вели за их пайкой религии. Поэтому он поспешно свернул нашу беседу. «Мы с тобой еще потолкуем по этому поводу как-нибудь в другой раз. А пока настрой аппаратуру». Потом один из надзирателей отвел меня в камеру шестой секции, ставшую моим домом. Охранник, сопровождавший меня, был не из самых плохих. Он даже не дал мне пинка, когда открыл дверь камеры, а просто сказал «Давай, Саня, забирайся в свой гадюшник». Мои соседи по камере представляли самое изысканное общество, не обойденное вниманием разделов криминальной хроники, газет и журналов. Вообще-то эта камера рассчитана на троих, нас же сюда запихнули вдвое больше. Такова повсеместная практика. Все роптали, но как-то устраивались, лежа чуть ли не друг на друге. Но в то воскресенье, хотите верьте, хотите нет, в нашу камеру запихнули еще одного заключенного. В это время мы как раз давились тюремной балантой, а трое уже подтягивали травку на своих койках, когда нас вдруг осчастливили новым соседом. Прямо с порога этот визгливый дерганый старичок лет под пятьдесят принялся причитать и жаловаться, сотрясая толстые прутья нашей клетки. «Я требую соблюдения моих гражданских прав! Эта камера переполнена! Это неслыханно!» И так далее в том же роде духи и толь. Сопровождавший этого громкоголосого брехуна, которого мы тут же окрестили лаудспикером, надзиратель строго сказал, поигрывая дубинкой. «Попроси, чтобы кто-нибудь подвинулся, а не то будешь спать на полу. Вас, подонков, все больше, а тюремных мест все меньше и меньше. Я бы стрелял таких выродков. Хотя бы на удобрения сгодились». Он в сердцах плюнул и вышел, захлопнув решетчатую дверь. «Именно появление в нашей камере этого нового шизика стало началом моего возволения и стаи». Лаудспикер оказался не только базарным, но и до предела гадким, подлым и развращенным типом. Неприятности с ним начались тот же самый Ди. Ко всему прочему, он был страшный хвостун и начал доставать нас всех по очереди. что является самым заслуженным преступником во всем нашем зверинце. Он и то, он и сё, он одним махом пришил десяток забрал и так далее и тому подобное. Всех просто тошнил от его росказни. Потом он подступился ко мне как самому молодому в камере. Нагло потребовал, чтобы я уступил ему свою койку, а сам спал на полу. Но все остальные были на моей стороне и строго предупредили его, кончая пристёбываться к парню. Тысячи чертей в твою улуженную глотку. Он на время отвял и завёл старую песню о том, что его никто не любит и не уважает. Однако ночью я почувствовал, как кто-то залез на мою и бестава узкую койку и принялся меня гладить, гладить, гладить. Я хряснул непрошенного любовника по роже и хотя не мог рассмотреть его лица в темноте, понял, что это лаудспикер. С трудом вырвался я из его грязных лап, спрыгнул вниз и включил свет. И точно, на моей койке сидела эта противная рожа, которую я раскровянил в ожесточённой схватке. Мои соседи возмутились такой развращённостью. Большой жид рассудительно сказал. Не дадзи музыканта в обиду. Это не честно. А ты заткнись, жидовская морда! звизнул лаудспикер. Это было серьёзным оскорблением. Большой жид медленно встал и сделал шаг к обидчику. Но тут мешался доктор. Завязывайте, мужики! Вы что, хотите, чтобы копполы опять пустили в ход свои дубинки? Конечно, этого всем хотелось меньше всего. Лаудспикер, ободрённый неожиданной поддержкой, вконец обнаглел, заявив, что все кругом шестёрки, а он босс. Видите ли, он делает нам одолжение, находясь с нами в одной камере? Видал наглецов, но таких не выдержал Джо-Джон. Знаете что, други, всё равно нам теперь долго не уснуть. Не будем терять времени и преподадим этому вонючему ублюдку урок тюремной этики. Он сам напрашивается на то, чтобы мы поучили его хорошим манерам. Большой жид схватил нахало за руки и крепко прижал к прутям решётки в том месте, где они освещались слабым красным светом. Лаудспикер хотел включиться на полную громкость, но точным ударом Уолл вогнал ему зубы в глотку. Его били ожесточённо и сосредоточенно, переговаривая с полголоса, чтобы, не дай бог, не услышали соседи и охранники. Брызгавшая во все стороны кровь разбудила во мне звериный инстинкт истребления. Растолкав сокамерников, я подступил «Оставьте его мне, мужики, я хочу с ним рассчитаться». «Ну что же, вполне справедливое желание». Все отошли в сторону, а я принялся молотить поникшего нахала почти в кромешной темноте, получая от этого истинное наслаждение. Отработав кулаками, я свалил его на пол и нанёс несколько ударов тяжёлыми бутцами по голове. Он захрипел, как во сне, а доктор сказал, оттаскивая меня, «Ну ладно, хватит, это послужит для него хорошим уроком. Будет знать, как вести себя в приличном обществе». Усталые, но довольные, мы залезли в свои койки и мигом заснули. В коридоре, возвещая побудку, резко зазвенел звонок. Я с трудом продрал глаза и прикрыл их ладонью, пока не привык к яркому свету. Посмотрел вниз и увидел на полу нашу вчерашнюю подсадку, скорчившуюся в неестественной позе. Вокруг его головы запеклась лужа крови. Вспомнив, что произошло ночью, я спрыгнул с нар и пошевелил ногой окоченевшее тело. Порядком струхнув, я принялся тормошить доктора, который очень тяжело просыпался по утрам. На этот раз он подскочил удивительно быстро. За ним проснулись и остальные. «Какая жалость!» произнес доктор, нащупав пуль спокойно. «Должно быть сердечный приступ!» Он осмотрел сокамерников, и укоризненно добавил. «Тебе было вовсе не обязательно молотить его ногами по хэду». «О чем ты болтаешь?» вступился Джо-Джон. «Ты сам не отставал, метеля его». Большой жид тяжело посмотрел на меня и сказал. «Сдается мне, что он отбросил копыта от твоих ударов, Алекс». Такая постановка вопроса мне очень не понравилась, и я сердито сказал. «Только не пытайтесь слить на меня воду? Кто все это начал? Я что ли? Я присоединился к вам в самый последний момент». «И выдал заключительный аккорд», ехидно вставил Джо-Джон. «На твоем месте я бы помолчал», огрызнулся я. «Чья была идея преподать ему урок? Моя что ли?» Один Уол продолжал храпеть, отвернувшись к стене. «Да разбудите вы эту музыкальную шкатулку», сказал я со злостью. Ведь это он вколотил ему зубы в глотку, когда большой жид прижал его к решетке. «Никто не отрицает, что все мы слегка подкинули ему, чтобы впредь он вел себя подобающим образом», менторским тоном произнес доктор. «Однако мы не собирались его убивать, и именно ты с присущим юности безмозглым азартом начать придется тебе». «Предатели!» – звился я. «Все вы подлые предатели и лживые вонючие харьки!» Я понял, что повторяется история двухлетней давности, когда меня подставили, предали и передали в лапы копов мои друганы. «Нет, в этом мире никому нельзя верить». Джо-жон разбудил Уолла, и тот смекнув что к чему, с готовностью подтвердил, что лаудспикер сдох именно от моих ударов. Один за другим в камере начали появляться надзиратели, потом старший надзиратель, потом сам губернатор, начальник тюрьмы. Мои соучастники наперебой расписывали, как я убивал этого извращенца испражненца, который теперь падлом лежал на полу. На следующий день часов в одиннадцать испуганную тишину тюрьмы нарушили возбужденные голоса старшего надзирателя, губернатора и еще одного очень важного с виду шефа. Они несколько раз прошлись по коридору из конца в конец, продолжая начты в кабинете начальника дискуссии. При этом наш всемогущий губернатор почтительно повторял, но сэр, извините, но окей, но что нам прикажете делать? Наконец вся эта компания остановилась перед нашей камерой, и старший надзиратель открыл ее. Нетрудно было угадать, кто среди них главный. Это был высокий подтянутый мэн, возвышавшийся над толстеньким кругленьким губернатором на целую голову. У него были пронзительные серо-голубые безжалостные глаза, и такого же цвета великолепно сшитый сьют. В его манерах сквозила властность и уверенность в себе. Глядя как бы сквозь нас, он произнес хорошо поставленным войсом. Правительство более не намерено мириться с устаревшими мерами наказания. «Собери преступников в общий загон и получишь общественную преступность, а концентрированная преступность неизбежно ведет к преступлениям в ходе исправления. Образец этого перед вами». Шеф многозначительно посмотрел мою сторону и продолжал. «Но мы вырвем их из этого порочного круга. Тюрьмы нам еще понадобятся для политических противников. Обычных же нарушителей закона нужно лечить на чисто медицинской основе, убивая в них сам рефлекс убийства. Полное исправление в течение года. Вы видите, что они не страшатся ни наказания, ни кары Господней. Поэтому каждый имеет по нескольку сроков. Им нравятся их наказания, и они начинают убивать друг друга». Что-то мне в его словах здорово не понравилось, а поскольку он меня в упор не видел, я смело возразил, «Позвольте, сэр, с вами не согласиться. К примеру, я не обычный преступник, так сказать, непрофессиональный, и попал сюда по чистому недоразумению, я бы сказал, несчастному случаю и неблагоприятному стечению обстоятельств». Главный надзиратель покраснел, как рак, и угрожающий рявкнул. «Закрой варежку, а столок! Ты разве не видишь, с кем говоришь?» «Ничего, ничего», снисходительно сказал шеф, а потом добавил, повернувшись, губернатор. «Вот его можно использовать, как первопроходца. Он молод, нагл, бесшабошен, злобен. Завтра им займется Бродский, а вы станете свидетелем революционного эксперимента. Не беспокойтесь, все пройдет, как нельзя лучше. Молодой негодяй изменится до неузнаваемости». Эти решительные слова стали первым шагом к моему освобождению. В тот же вечер я был нежным, пинками и подзатыльниками припровожден святая святых стаи, офис самого губернатора. Когда меня втолкнули внутрь, губернатор оторвался от лежавших перед ним на столе бумаг и долго смотрел на вашего покорного слугу печальными глазами больного Спаниеля. «Ты не догадываешься, что произошло сегодня утром, не так ли, шесть, шесть, 55321?» спросил он грустно и, не дожидаясь моего ответа, продолжал. «Тот стальной рейнджер, который посетил нас сегодня, был никто иной, как новый министр внутренних дел. Наобещав избирателям стрекороба, он рьяно взялся за искоренение преступности. Новая метла по-новому метет. Так вот, это не метла, а стальной скребок. Он намерен повсеместно внедрить всякие новомодные штучки, последние научные достижения в области регуляции психики и модификации поведения. Лично я это крайне не одобряю, но приказ есть приказ. Буду с тобой предельно откровенен. Если тебя кто-нибудь ударит, ты же дашь сдачу, не так ли? Почему же тогда государство, законы, которого вы, преступники, постоянно нарушаете, не может ударить по вам в ответ? Нет. Конечно, я выражаюсь фигурально, имея в виду, что за каждым преступлением должно неотвратимо следовать наказание. Так было во все времена у всех народов. А теперь мне говорят, нет, по новой концепции необходимо злого превратить в доброго, кровожадного волка в смиренного ягненка. Разве это возможно? Справедливо? Решив, что вопрос адресован мне и губернатор хочет знать мое мнение, я прокашлялся и начал светским тоном. Сэр, если вы хотите... Захлопни пасть, молокосос! Рявкнул стоявший рядом с губернатором старший надзиратель. Опять начинаешь хамничать и грубничать! Я клацнул зубами и безразлично пожал плечами. Ничего, ничего, Борман, успокоил его губернатор и устало обратился ко мне. Ты, 6655321, пойдешь на перековку. Завтра тебя передадут доктору Бродскому. После двухнедельной обработки по новой методе тебя выпустят на свободу. Ты перестанешь быть номером и пойдешь в огромный мир Алексом. Вот только каким? Ну как? Такая перспектива тебя устраивает? На этот раз я предусмотрительно промолчал, но сбеленившийся старший надзиратель опять заорал. Отвечай, грязный поросенок, когда тебя спрашивает сам губернатор. Я опять пожал плечами и послушно ответил. Да, конечно, сэр. Большое спасибо, сэр. Видит бог, я старался вести себя здесь примерно. Я очень благодарен всем, кто занимался моим перевоспитанием. Я взял ручку и поспешно подписал свой приговор, боясь, как бы он не передумал. Ну что ж, парень, ты сам выбрал свою судьбу, задумчиво произнес губернатор. С ним хотел переговорить тюремный капеллан, сэр, сказал старший надзиратель. Валяйте, сделал умывающий руки жест губернатор. Наш капеллан сидел в своем офисе за конторкой. Приблизившись к нему, я обонял исходившую от него приятную вонь дорогого виски и злопухоли. Увидев меня, он встрепетнулся. А, это ты, маленький шесть-шесть-пять-пять-три-два-один. Проходи, садись. Он задумчиво посмотрел на меня. Я ответил в ожидательном взгляде. Потом он заговорил очень искренне и чисто сердечно. Прежде всего я хотел тебе сказать, что не имею к этому никакого отношения. Если бы я мог протестовать, то обязательно бы протестовал против того, что с тобой хотят сотворить. Но что мой слабый голос по сравнению с хором власть придержащий? И потом, это означало бы конец моей карьеры. Надеюсь, ты меня понимаешь. Я кивнул, хотя не очень-то понимал, к чему он клонит. Здесь затронуты очень серьезные этические проблемы, продолжал священник. С одной стороны, тебя трансформируют в очень порядочного покладистого парня. После лечения у тебя никогда в жизни не возникнет желания совершить насилие или нарушить общественное спокойствие каким-либо иным способом. Тебе все понятно? Конечно, сэр. Будет просто здорово снова стать добродетельным. Я произносил эти слова, а самого внутри раздирал смех. Но тут капеллан стал говорить очень странные вещи. Иной раз доброта хуже воровства. Бывают ситуации, когда доброта, непротивление злу превращают тебя в преступника или в лучшем случае в соучастника преступления. Наверное, это звучит парадоксально, особенно изу служителя Бога. Мне еще предстоит провести много бессонных ночей. Что в конце концов нужно Богу? доброты как таковой или же право выбора и добровольного перехода на сторону добрых сил? Человек, выбравший зло, в определенной степени лучше того, кого принудили к добру. Это глубокие философские и этические категории, маленькие 6655321, еще далеко не изученные. Я не смогу их сейчас тебе объяснить, потому что сам не разобрался в них до конца. Единственное, прошу запомнить, Алекс Бой, если когда-нибудь в будущем ты оглянешься назад на этот период твоей жизни и вспомнишь меня, слабого человека и покорнейшего из слуг господних, не подумай, что в моем сердце была хоть капля зла, и я приложил руку к бесчеловечному эксперименту. Тебя лишат основной движущей жизненной силы, позволяющей чувствовать то, что ты еще жив, из вечной борьбы, заложенных в тебе доброго и злого начал. Ты станешь одномерным механизмом, и никакие мои молитвы не помогут тебе, так как ты будешь вне досягаемости моих молитв. Это страшная вещь, если вдуматься. И все-таки, согласившись на то, чтобы тебя лишили этического выбора, ты подсознательно стремишься на сторону светлых сил. Мне бы хотелось верить в это, как и в то, что Господь Бог поможет нам. Кончив свою не очень-то понятную мне проповедь, капеллан заплакал, в то время, как меня разбирал безудержный смех, и я с трудом сдерживался, чтобы не захохотать ему в лицо. Неожиданные слезы этого дурня я приписал действию белой лошади. И, наверное, был недалек от истины. Не стесняясь меня, он вытащил из конторки ополовиненную бутылку с гривастой лошадиной головой на этикетке и налил на три пальца в грязный стакан. Засадив вискарь одним глотком, он произнес, как бы разговаривая сам с собой, а может быть, все обойдется и я зря беспокоюсь. Пути Господни неисповедимы. На следующее утро я распрощался со старой стаей и сделал это с печалью, ибо грустно расставаться с местом, к которому привык, даже с таким пакостным. Но далеко я не ушел, други мои. Меня припроводили в белые корпуса здесь же, на территории тюрьмы, неподалеку от спортивной площадки. Здания были совершенно новые, со специфическим холодным запахом, заставившим меня невольно поежиться. Как потерянный стоял я в неуютном огромном зале без окон, без дверей, дегустируя чуждые запахи. Стерильную смесь больницы, новостройки и неизведанности. Откуда-то из потайной боковой двери вышел человек в белом халате и молча расписался в квитанции, будто за посылку. Доставивший меня охранник предупредил, кивнув в мою сторону. С этим типчиком будьте поосторожнее, док. Он как был, так и остался насильником и убийцей, несмотря на то, что сумел подъехать к нашему капеллану и усердно мусорил Библию. У доктора были веселые насмешливые голубые айзы. Когда он говорил, его тонкогубый рот растягивался в смайл, который невозможно было истолковать. Так вот, он сказал, «О, мы не будем больше безобразничать, правда, Алекс? Мы будем друзьями?» Его лицо озарилось такой белозубой доброй открытой улыбкой, что я сразу проникся к нему симпатией. Охранник ушел, и мой новый френд передал меня какому-то менее важному человеку в халате, а тот отвел в очень хорошую, чистую, светлую спальню со шторами на окнах и настольной лампой на прикроватной тумбочке. Оставшись один, я радостно рассмеялся, подпрыгивая на новом пружинистом С меня сняли ужасную арестантскую одежду и выдали красивую шелковую пижаму цвет постельному белью. Поверх пижамы я надел теплый шерстяной халат и войлочные тапочки прямо на босу ногу, не переставая удивляться, какое счастье мне подвалило. Пока что мне все здесь нравилось. Впервые за многие месяцы симпатичный санитар с фигурой культуриста принес большущую чашку ароматного дымящегося жадностью набросился на них и не заметил, как в комнату вошел тот, первый улыбчивый мэн, расписавшийся в моем получении. «Ага, вот ты где!» с наигранной веселостью воскликнул он, будто только сейчас нашел меня. «Меня зовут доктор Бреннам, и я помощник профессора Бродского. С твоего позволения я проведу обычный медицинский осмотр». Он вытащил блестящий стетоскоп из нагрудного кармана. «Надо убедиться в том, что ты абсолютно здоров физически. Согласен?» «Еще бы я не был согласен. Я с готовностью скинул верх пижамы и проделал все, что мне приказывал. Нет, скорее просил, любезный док». Наконец любопытство взяло верх, и я поинтересовался. «Что вы собираетесь со мной делать, сэр?» «О, ничего особенного», легко ответил док, шаря стетоскопом по моей голой спине, словно минер миноискателем. «Наша методика очень проста, как все гениальное. Мы просто будем показывать тебе фильмы». «Фильмы?» Искренне удивился я. «Вы хотите сказать, что мы с вами будем смотреть обычное кино?» «Не совсем», спокойно ответил Бреннон. «Это очень специфические фильмы». «После обеда первый сеанс». Он ободряюще похлопал меня по плечу. «Ты вполне здоровый молодой человек. Только немного отощал на тюремной пище, если ее можно так назвать. Но ничего, мы тебя подкормим. Можешь надевать пижаму». Он присел на край кровати. «После каждой еды мы будем делать тебе укол, способствующий восстановлению сил». Меня захлестнула теплая волна благодарности этому человеку, приятному во всех отношениях. Я понимающий улыбнулся и спросил. «Наверное, какие-то витамины, сэр?» «Да, что-то в этом роде». Один укольчик в руку после завтрака, обеда и ужина. Доктор вышел, а я улегся на прохладные хрустящие простыни, ощущая себя на седьмом небе, и принялся листать World Sport, Синни, журнал о новостях кино и Гуал цель. Просмотрев журналы, я блаженно закрыл глаза и погрузился в мечты о том, как будет здорово, когда я выйду на волю, найду какую-нибудь непыльную дневную работенку, так как мое образование можно считать законченным, сколочу новую банду и первонаперво достану этих подонков, Кира и Пита, если их уже не загробастали копполы. На этот раз буду более осторожным, чтобы меня опять не упаковали. Добрые люди дают мне шанс, несмотря на совершенное убийство и все прочее. Будет просто глупо, если меня опять отловят после лечения всеми этими кинофильмами, с помощью которых я стану опять хорошим мальчиком. В душе я потешался над наивностью всех этих доброжелателей и не смог скрыть улыбки от уха до уха, когда тот же самый культурист принес на подносе завтрак для его величества Александра Великого. Санитар изучающий посмотрел на меня и сказал, «Приятно видеть счастливого человека». Он поставил поднос и молча удалился. После арестантской жратвы передо мной стояла пища богов. Три добрых ломтя ростбифа с пылу с жару, картофельное пюре с овощами, фруктовое мороженое и огромная чашка крепкого дымящегося чая. На подносе даже лежали дорогая злопухоль и коробок спичек с одной спичкой. Вот это жизнь, вот это я понимаю. Примерно через полчаса, когда я расслабленно лежал на кровати, с упоением ковыряя спичкой в зубах, в комнату вошла симпотная молоденькая цыпочка. На ней был белый халатик, перетянутый в тонкой талии пояскок. А какие у нее были груди! Я ни разу не видел таких за два года пребывания в тюрьме. В руках у нее был блестящий поднос, на котором лежал наполненный шприц. А вот и витаминчики! Может быть ты сделаешь мне укольчик в попку, крошка? Она никак не отреагировала. Бестрастно засадила мне иглу в левую руку и направилась к двери, дразня меня точеными ножками. Едва она вышла, как появился мой медбратишка с носилками тележкой. Это меня удивило, и я спросил, послушай, дружище, зачем же инвалидная коляска? Я прекрасно могу передвигаться на своих двоих. Нет, уж лучше тебе лечь сюда, парень, возразил медбрат. И действительно, когда я встал с кровати, то почувствовал странную слабость и головокружение. Проклятые рудники, подумал я, с трудом укладываясь на тележку. Подточили силы железного Алекса. Ну ничего, витамины быстро помогут мне обрести былую форму. А теперь посмотрим киношку. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ